Они говорят на своем телевизионном языке со мной. Классно, что бы вот прям... Короче, вот надо, чтобы там поебушки были. Ага, понял. Все, я понял тебя. Всем привет, это видеоблог серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак. И у нас сегодня подкаст номер два. Мы вдвоем с Жаном Уорренбековым. У меня сразу такой вопрос, самый важный к тебе, который меня мучает. Значит, получается, ты закончил UCLA. И не закончил. Не закончил, учился в UCLA. Был режиссером рекламы. Снял кино, ограбление по-казахски. Уехал в Россию. Снял несколько фильмов, был сценаристом. Вот, в России. Теперь у меня такой вопрос. На самом деле, почему все-таки пятый PlayStation, ну, как бы, не продают у нас? Потому что в нашем разговоре Малик говорил, что это майнеры. Ты сказал, что это с полупроводниками. Да, с полупроводниками большая проблема в мире. Ну, это что значит? Это значит, что их просто вытаскивают как полупроводники оттуда? Нет, нет, в смысле, производство вообще полупроводников в мире сейчас из-за пандемии, из-за всего, короче, то есть, силиконовые чипы, они, короче, ну, то есть, поставщик AMD, по-моему, у Sony, или кто-то там, я не помню, кто, производитель чипов, и он, типа, тормозит эти чипы по производству. А, то есть, просто Sony они не производят, и Sony, ну, как бы, мозгов нету, чтобы запихивать в эти Sony PlayStation, соответственно, они ждут этот AMD. Все, понял. В этом проблема основная, почему его только во втором полугодии, ближе там к Новому году, говорят, будет PlayStation. Да, и, короче, я очень преждевременно отдал свою PlayStation 4, и теперь... Преждевременно. Да, я не знал, что... Ты можешь переплатить в два раза. Ну, блин, ты знаешь, я на играх экономил, я там ждал, когда FIFA, например, подешевеет, а тут еще за PlayStation переплатить. Расскажи, пожалуйста, про UCLA, то есть, как ты туда поступил, как это вообще происходит? Ну, это Балашак, или ты сам? Нет, сам, сам. Не знаю, отправил документы и поступил. Это было когда, после... Это было в 2003 году. Я старый чувак. Это что, после школы? После школы ты отправил в UCLA в самый лучший везде? Подожди, нет, я закончил школу, учился год. Вот в... Сейчас называется Туран, типа техника экономической академии кино и телевидения назывался, на Садпаева Достык. Да-да-да, не знаю. Я поступил туда на оператора, просто потому что я там в 16 лет закончил школу, и у меня родители сказали, что не отпустят меня за границу, так далеко, потому что еще какая-то профессия непонятная. Кино, что за профессия такая? Нет у меня киношников в семье. Вот. И, учась там, меня позвали, у меня просто хороший английский, я в Англии до этого учился, и меня позвали переводчиком на кочевнике. Я вышел работать на кочевнике, и там, кочевник, точнее, и там, собственно, участники группы, я вообще до этого думал поступать во ВГИК. А, ну, то есть до этого все равно ты на кино ориентировал? Я вообще, да, я решил, типа, в каком-то там девятом классе или восьмом классе, достаточно давно. И на кочевниках были чуваки из России, такие на младших позициях, и топы департаментов были американцы все. Ну, и россияне сами такие, какой ВГИК, ты дурак, что ли, ты сейчас, типа, не порть себе жизнь, ты научишься, ну, ты приедешь, во всяком случае, так было тогда, в 2002-2003 году, типа, ты приедешь в Москву, ты научишься бухать во ВГИКе, и обрастешь какими-то первичными связями в Москве, все. Знаний там нету, вот. Ну, хорошо, ладно, и, типа, общаясь с американцами, параллельно, они такие, ну, Лос-Анджелес, чувак, приезжай, как бы, ВЛА, типа, что ты мозги компостируешь? И я вот взял и поехал в ВЛА. И тебя приняли? Да. Да, ну, как бы у меня просто, я не знаю, у меня вот дочь поступала в канадские вузы, она очень многие подавала, ну, как бы приняли не везде, и там же все равно, есть там фактор, какой там, что-то, СС, там, СС, хорошие оценки. СС, да, да, да. Волонтерство, да, какие-то рекомендации, да. То есть, все было так, что тебя приняли... Ну, у меня были с кочевников очень такие крутые чуваки, у меня были рекомендательные письма от Ивана Пассера, режиссера, который был деканом на тот момент в USC, в другом вузе, ну, тем не менее, в общем, ну, и так далее, и так далее, там, типа, были свои хитрости всякие, как туда поступать. А там что, был фильммейкинг, да? Да, да. Ты сколько отучился там? Ну, смотри, я учился в джуниор-колледже сначала, в Санта-Монике, два года, и потом, типа, два с половиной, ой, полтора где-то в UCLA, почти два, ну, в общем, да. Ну, ты не закончил, да? Я не закончил, у меня по семейным обстоятельствам я вынужден был вернуться в Казахстан, и, как бы, я вернулся в Казахстан, вот. Но, как тебе сказать, типа, да, там очень классные знания, невероятные, но ровно столько же, типа, 50% знаний я получил на улице, в городе Лос-Анджелес. Ну, на площадках или вообще? Нет, 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 ты не понимаешь, ну, типа, знаешь, что нужно понимать? Короче, в 17-миллионном Лос-Анджелесе, ну, на тот момент, это я говорю цифры, я даже не знаю, как сейчас, как бы, 15 лет прошло, какое сейчас там, сколько там людей сейчас живет. Но, типа, тогда было так, 17 миллионов населения Лос-Анджелеса, и из них 7,5 миллионов человек в городе задействованы в шоу-бизнесе. 7,5 миллионов человек в городе, то есть половина города занимается кино, музыкой, телевидением, телевизионными шоу и так далее. Вот, поэтому, типа, в кафешке, вот просто, если ты подслушиваешь чей-то разговор, то если у нас, допустим, это какой-то там, я не знаю, ну, допустим, возьми какую-нибудь Астану, да, в Астане наверняка там люди говорят, вот, какое-то там, какое-то назначение, какое-то сейчас там вот это. Нет, они еще на своем языке говорят. Ну, неважно, неважно, типа, да, просто ты слышишь, как бы в кафешке там говорят, вот там должность, вот зам, вот там протокол такой-то, всякой-то, какие-то вот такие разговоры. То в Лос-Анджелесе у тебя все разговоры, по сути, про, ну, типа, не знаю, 8 из 10 раз. Про сценарий, да? Про сценарий, про актерскую игру, про обсуждение какого-нибудь там очередного Весса Андерсона фильма, что там вот классно второй акт вот такой вот ой-ой-ой, а тут мы ай-ай-ай, в общем, вот такие. И ты как бы просто этим насыщаешься, напитываешься и так далее. И потом нужно тоже понимать, что все это происходит у них прямо там. То есть это не то, что откуда-то приехавшие люди такие, вот мы там были, там классно снимать. Они такие, ну, вот здесь снимаешься. Живешь, чувак говорит, да, вот, я помню, я жил в доме на соседней улице от дома, в котором снимался знакомство с родителями или знакомство с вторая часть, с факерами. В общем, какая-то из частей там снималась, прямо вот в этом доме. Они такие, вот этот дом искали. Потому что там вот эта вот семья была же во второй части, она, по-моему, была и жила. Я не помню, там дом, это, короче, типа, по сюжету там Флорида, это флоридский дом какой-то, но это на самом деле снимали в Лос-Анджелесе. Прикольно. Ну и вообще и так далее, просто ездишь там. Не, я помню свое впечатление, давным-давно я поехал, и я такой тогда еще в интернете выбрал по рейтингу самый лучший. Ну, тогда все в Алмате и в Казахстане убивались по суше. Я думаю, ну, я приехал в город, ну, почему-то так, тупо думал, что этот город около океана, и поэтому, наверное, будет как-то самые лучшие суши, как мне рассказывают. Я выбрал самый лучший ресторан, поехал во вторник туда днем, и охренел, потому что во вторник днем около этого входа стояли лимузины. Я зашел внутрь туда, я был в шлепках таких, в шортах, и там было полностью как ночной клуб, и все официанты были как кинозвезды. И тогда вот мне уже объяснили потом местные, что, ну, это все действительно актрисы, которые тоже, ну, пробуют. Ну, там все были прям вот абсолютно красивые, все люди внутри были. И это удивительно. Это был вторник, ну, не пятница вечер, это был вторник день, но это было так. Ну, мне сказали, это все актеры. Нет, все официанты вообще, это же шутка такая, что все, типа, в Лос-Анджелесе, любой официант, он обязательно тебе подсунет свой хэдшот, там какую-то свою фотографию, или там, типа, свой сценарий, или свой шоу-рил какой-то, да, обязательно. У меня много друзей, так работало, у меня даже был однокурсник, Джейсон Александр, по-моему, Александр у него фамилия. Ну, в общем, неважно, он актер, и учился на актерском, и уже к тому моменту имел несколько, там, каких-то ролей небольших эпизодических в каких-то фильмах, там, типа, ограбления по-итальянски, что-то еще, какие-то там у него были, русского играл чувака. Так вот, он, значит, за ним очень сильно было застолблено, там, целая мафия официантская, короче, он работал официантом на ужине, который проходит после «Золотого глобуса». И он мне рассказывал историю, когда он работал в одной смене на «Золотом глобусе» в каком-то, там, 99-м, 2000-м году вместе с Скарлетт Йоханссон, она тоже работала официанткой там же. А через два года он также работал официантом там, а она уже была приглашенной гостей, короче, да. Да, то есть… Слушай, ну, реально голливудские истории. Да, реально, так и есть, такого много. Прикольно. Ты вернулся в Казахстан, и что происходило дальше? Потому что вот сейчас же ты, получается, одним из первых вот этой вот истории, чувак отучился в Америке, приехал в Казахстан, преисполнил надежды. Ну, блин, слушай, конечно, я уехал в 2003-м и вернулся в 2007-м. Понятно, чувак, типа, просто они говорили, да, деньги платите, приезжайте, все отлично будет. И, типа, ну, какой-то, знаешь, типа, что нету отсева какого-то, странно было. Хотя я потом познакомился с ребятами, был даже в Найфе в Бурбанке у них в Лос-Анджелесском офисе. Ну, как бы, они просто, у них просто нету ничего лишнего. То есть у меня, извини, у меня была там философия, статистика, я брал, ты понимаешь, типа, история, литература. А у них просто, да, вот это кабель, вот камера, поехали завтра на площадку. Как-то вот такое у них, как и ручье. А нас не совсем допускали сразу. Вот, нам сначала не давали просто так снимать. Теория, в основном, да, предметы, базу. Первые два года общеобразовательные вообще, на самом деле. Ты должен закончить, как бы, по закону штата Калифорния, ты должен, типа, отработать общеобразовательную программу. И там есть некоторые такие блоки, и ты внутри этих блоков выбираешь себе предметы там. Да, кредиты, да, вот эти? Да, 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 кредитная система, вот. Прикольно. Ну, видишь, ты уже один миф разминчал, потому что в основном уже приезжают у нас выпускники Найфа, они рассказывают, в Америке совсем все не так, там сразу практика все снимает, но, видать, не везде. Не, не, не везде, конечно, не везде. Это вот как раз вот эти специализированные New York Film Academy, LA Film School еще есть. Ну, и, короче, много таких вот специализированных вузов. Конечно, это типа коммерция, ну, просто коммерческая история для них, потому что я-то учился в государственном вузе, он как бы относится к университету Калифорнии, UC. И вот UC, это, по-моему, 8 университетов по Калифорнии, которые, по сути, являются разными кампусами одного большого университета, университет Калифорнии. Туда входит Беркли, туда входит UCLA, туда входит, но, значит, UC Davis, UC Santa Cruz, UC Santa Barbara, UC San Diego и так далее, короче. UC San Francisco – это единственная UC, которая является медицинской школой, то есть медицинским вузом, ну и так далее, короче. Ну вот, ты приезжаешь из Казахстана, у тебя, наверное, какое-то ощущение, ой, в Казахстан, у тебя какое-то ощущение, наверное, что все, я должен, наверное, дать... Блин, нет, конечно, я-то приехал не вот как ребята современные приезжают, уже что-то есть, я приехал, ничего нету, 2007 год, квартиры по миллиону долларов, а ты все, короче, бабла немерено, у-у-у, Малайзия, мы сейчас всех заработаем, и я занимался, значит, меня подтянул друг, и я стал партнером в Эвант-агентстве и занимался, значит, организацией мероприятий дорогих всяких. Да, хорошие деньги тогда зарабатывали. Невероятные вообще, невероятные деньги. Из воздуха. Просто из воздуха, конечно, берешь фотографа за 200 долларов, продаешь его по смете за 1000 долларов на свадьбу и так далее. Да, мероприятий много, все хотят. Мероприятий много, еще все хотят, понимаешь, корпоративы, типа, ну, не просто пьянка с шариками, а вот чтобы прям вот, чтобы интерактив был, чтобы звезда была, чтобы Миладзе пел нам, дорогой там, Билайн, дорогой КСЛ с Новым годом там и так далее. Вот такие, да, моменты. Ну, классное было время. Ну, ты тогда только организации, ты ничего не снимал тогда? Нет-нет, да, я как раз ушел, типа, в ивенты, занимался букингом, возил артистов сюда на мероприятия и так далее, и так далее. И очень смежно работал с тогда студией, которая занималась ивентами как раз, типа, отчетные фильмы про ивенты, там, лавстори какие-то и так далее, и так далее. И вообще мой первый опыт съемок уже после университета, таких, типа, за которые мне платили, это были лавстори. Я прямо конкретно снимал лавстори для свадеб. Это и сейчас прибыльный бизнес? Например, прибыльнее, чем снимать сериалы, например? Сто процентов, конечно, потому что там больше эмоций. Здесь-то что, на канале продюсер на зарплате сидит и хочет рейтинги, а там память на всю жизнь. Да, там бюджет мост увеличивается. Да, конечно, конечно. А потом что? Реклама? Потом, ну, короче, смотри, вот эта студия, которая с нами работала. Лавстори, да. Лавстори, которая нам снимала и всякие там ивенты отчетные, она, ну, такая не очень известная студия, называется AnyKey. Ну, она очень известная. Да, я тебе и говорю. Короче, и потом, собственно, когда... А, AnyKey снимал в Лавстори раньше, да? Да, вообще начинали давным-давно. Ну, то есть пацаны начинали с компайверской программы на грани вообще. Это, наверное, они лучше расскажут для 31-го канала. Потом занимались как бы, ну, они влились в такую плеяду ивент-агентств. Было много ивентов, и нужны были классные стильные отчетники. Ну, пацаны всегда по красоте делали. Всегда делали очень классно, стильно. Ну, на, там, полтора-два шага впереди, в принципе, рынка. И всегда так было. То есть в 2007-м такая же фигня была. Пусть никто не снимал крутую рекламу, но, типа, пацаны, мозга... Ну, как бы голова на плечах всегда. У Андрея, у Володи. Вот. Значит, и потом, когда ивент... Мы, типа, после кризиса в 2009 году, когда очень мало стало ивентов, и как-то стало уже не очень выгодным, и, короче, разбежались с ребятами. Вот. И я решил воспользоваться возможностью, я ведь учился на режиссера, чтобы... Потому что, ну... Ты же хотел снимать кино? Была такая штука, мы решили расстаться, и, типа, дальше был у меня выбор, либо уйти в кино все-таки, попробовать себя, либо уже с головой уходить, открывать новое ивент-агентство и прям топить... Ну, прям развивать бизнес, короче. Это я... Хотя у меня были возможности остаться на ивент-рынке. Ну, у тебя вообще есть склонность к этому, да? Такая предпринимательская, такая организатор... Да и не знаю. Ну, хорошо, ты не пошел по этому пути. Я, короче, не пошел, да, по этому пути. Я такой, типа, блин, надо вообще кино, а что я фигнями занимаюсь? Давай кино. И каким-то образом что-то я влился в Никей, с пацанами начал работать. Как раз занимался вот этими лавстори еще. Писал сценарии для них, снимал их как режиссер. И постепенно как-то вышел на рекламу. Мне предложили снимать рекламный ролик, знакомый, по-моему, с одного из агентств, для Ubernet, по-моему, тогда. Вот. И были какие-то локальные клиенты, которые не могли себе позволить. Тогда это жутко дорого было. И все хотели уезжать всегда, обязательно. Любая реклама, где там человек поднимает бутылочку воды, пьет, типа, о, это Киев, Южная Африка. О, все-все-все, мы поехали. Казахи, говноделы, ничего не умеют. Кет-кет-кет-короче. Даже переозвучить. Переозвучить обязательно. У нас нет голосов, ничего нет. Ну, на самом деле, как бы, недалеко от правды. Действительно, рынок был такой очень сырой тогда. Ну, по крайней мере, готовой такой услуги, хорошей, ближайшей. Да-да-да, потому что ты все... Надо было что-то делать тогда для этого. Да, да, конечно. И вот, по сути, была такая небольшая категория клиентов, которые уже обращались в рекламные агентства, но еще не хотели ехать за границу и снимать эти ролики. И вот эти клиенты и были нашими, как бы, моими первыми клиентами. Я помню даже за рекламный ролик «Нео». Это сотовая связь. Сотовая связь, которая «Теле 2» в итоге стала. Я получил, где-то там они отправили этот ролик, который мы снимали. Он даже на московском фестивале рекламы получил какую-то бронзу или что-то такое. А тогда «Креатив» тоже от них? «Креатив» был от «Любернета», да, но они очень много отдали. То есть они такие, типа, ну мы вот так примерно видим, но мы никогда ничего не снимали. Не знаю, бро, как. Я, типа, просто взял и все переписал и сделал из этого такую, ну, целостную историю. Как-то вот допинал их скрипт, короче. Они много свободны. Но она все равно какая-то киношная такая. Да-да. Хорошо. Ну и после этого пошли еще рекламы, да? Или что? Короче, нет, блин, сложно было всегда. То есть, я тебе говорю, это 2010-й, 2011-й, 2012-й год. Да. Уже денег не так много уже. Нет, денег нормально. Денег нормально. Местные студии продолжают снимать, начинают конкурировать. Ну, как бы, когда я говорю местные студии, я имею в виду Nikkei. Я больше ни с кем не снимал. И... Короче, всегда ты борешься с украинцами, с какими-то россиянами, украинцами, там, литовцами и все время. Очень сложно было. То есть, это прямо несправедливо. Прямо у чувака шумил. Ну, ты имеешь в виду репродакшенов или вот там как сейчас... Как режиссер. Как режиссер. Даже вот, допустим, тот же... Тот же Nikkei выбирает, ну, типа... Он может выбрать, пригласить. Он приглашает. Всегда там клиент говорит, хотим приглашенного одного. Ну, и там разбавьте местным каким-нибудь. Да. И вот я был тот самый местный, в котором как бы разбавляли, короче, да. Вот. Ну, вот, снимал, да, ну, тем не менее, снимал рекламу. Параллельно готовил кино. Писал. Готовил в каком смысле? Писал сценарий, да? Морально готовился к тому, что я буду ходить. Ну, писал какой? Жанровый фильм какой-то? Или что-то из авторских? Да, да, да. У меня куча всяких разработок того времени, именно жанровых, да, разных. Абсолютно. И потом что, ограбление по-казахски? Да, потом ограбление по-казахски. Ну, как это произошло? Вот, мне кажется, это важный такой момент. Я понимаю, что это давно было, но сейчас, мне кажется, много кто снимает... Ну, мы с Андреем, смотри, я встретился с Андрюхой и тогда Андреем Распутиным, который глава компании Nikkei, создатель, как бы один из создателей. Вот, и... Ну, мы с ним давно друг друга знаем, и я говорю, Андрюха, мне интересно кино заниматься, реклама здесь, как бы это, давай со мной. Он говорит, ну, давай параллельно попробую я, типа, совмещать. Вот тут вот вроде пацаны справляются, как бы давай попробуем. Мы основали другую компанию, и, как бы, начали разрабатывать идеи, искать инвестора. В итоге нашли инвестора, как бы написали сценарий, утвердили с инвестором и сняли. Слушай, ну, а какой был расчет вообще тогда рынок, вот такой бокс-офис? Короче, смотри, основная была задача тогда заявить о себе, как о... Там не была, не столько была задача, типа, заработать денег, потому что тогда экранов было еще мало, и об этом, ну, немного кто-то думал. Ну, не было прям примера, чтобы можно... Не было кейса, да. Понятно, да, как зарабатывать, как сейчас, например. Да, типа того. И поэтому мы вложили, у нас был сильный, неподъемный для нашего рынка бюджет, там, выше миллиона долларов. Вот. И задача была максимально сделать это местными силами. То есть, показать рынку, показать дальнейшим инвесторам, показать вообще стране, что у нас могут что-то делать классно, на классном уровне местными... Не обязательно приглашать американцев, как в кочевнике, не обязательно приглашать киевлян, как в рекламе, там, и так далее, и так далее. Хотя украинец у меня был оператор, Дима Бондаренко. Вот. А почему тогда никто не готов был? Тогда была Аза только. Ну да, Аза один, да. И тогдашняя Аза Дулатов, это не нынешняя Аза Дулатов. Это как бы... Да, понимаю. Вот. И просто мы, на самом деле, еще с Димой как-то у нас просто по-человечески сложилось, нам комфортно было вместе работать. А ты с ним уже работал на рекламе? Нет, я с ним не работал, с ним от него, короче, кайфовал от его работы очень Андрюха, и он мне посоветовал, он говорит, посмотри, вот я хочу вот такого оператора тебе как. Я посмотрел работу, я такой, блин, вообще клево, давай созвонимся. И мы с ним созвонились, и как-то вот, ну, нашли, короче, общий язык, и вот. Поэтому... Ну, не ссыкотно было вообще, ну, как-то проект за миллион долларов, который не будет отбиваться, все будут смотреть его. Так даже вообще фильмов было. Ну, не с... Да нет, как-то ссыкотно, нет. Не ссыкотно было. Почему нет? Ну, типа... Не, ну, просто спрашивай. Так вот переход. Короче, нет. Нет, пофига, да. Нет, не то, что... Ну, не пофига ему поедет. Давайте постараемся выйти на большой рынок, где много экранов, где мы можем отбиться, хотя бы посоревноваться, попробовать. Нам сказали, нет, не нужно, нет такой задачи, надо казахскими, для казахов сделать вот такой классный продукт, чтобы он был здесь, ну, чтобы его здесь полюбили, там, какой-то вот, ну, короче, нацпродукт. Да. Вот и все. И мы сделали. Хорошо. То есть вышел фильм, я помню, тогда много шума было, когда он выходил, вообще потому что такая среда... Ты знаешь, да, у нас была такая ситуация, когда мы вышли в ноябре 6-го, что-то какого-то... В общем, откладывали долго, по-моему, примеры. Откладывали, да, да. Там что-то ожидали тогда-то, потом что-то через несколько, там еще, по-моему... Да, у нас там были проблемы по монтажу, ну, в смысле, просто... Ну, доделывали. Очень много перегружен был сценарий, там слишком много... Слишком много было всего, в общем, слишком много мечей жонглировалось одновременно, именно по структуре истории. Такой какой-то Гай Ричи получался. Ну, просто много-много-много. Много экшена, много вообще сюжетных линий запутанных таких. И первый монтаж был, типа, там, что-то там за 2 часа, 2,30... Не, меньше-меньше, 2,20, что-то такое. А, да? Ну, это было просто нереально. Ну, перед тем, как вообще на копии можно было их... Естественно. Мы смонтировали, не, не пойдет, 2,20 это слишком. Разговаривали с прокатчиками, они такие, ну, жанровое кино, ребят, какие 2,20 вы чего? И мы сокращали, 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 сокращали. И так, и сяк. А оно просто по структуре так запутано, что ты вот одну сцену здесь убери, и у тебя все разваливается, и там куча вопросов возникает. Вот здесь убери, как бы так было рассчитано на... Короче, это не совсем дебют, блин. Не надо было такой дебют снимать. Ну, дебют — это 3 человека в одной комнате. Вот это дебют нормальный. Или один герой, примерно за ним следишь, что-то легенькое такое для себя. А вот я что-то взялся сразу. Слушай, ну, а так, если брать, уже много времени прошло, как ты сам оцениваешь? Не знаю. Ну, например, сценарий там тот же. Ну, сценарий — большие проблемы в первом акте. Большие очень. Надо было гораздо экономичнее представлять. Переходить быстрее, да? Да. Немножко не совсем... Не совсем я попал в жанр, мне кажется. То есть, как бы там предполагаются какие-то вот жанровые штуки, которых там раз от разу как бы то есть, то нету, то есть, то нету. Вот какие-то, например, есть экшен-момент, нужно там подышать зрителю. Немножко ха-ха-ха, хи-хи-хи, выпустить пар, как бы пукан расслабить. И вот в этот момент он раз что-то не расслабляется, как-то вот, где-то нету какого-то комик-релифа такого, чтобы смешно, чтобы выдохнули. Раз — и дальше начинается. Ну, то есть, в какой-то момент, естественно, перед подготовкой, уже все начали, начали переписывать, переписывать. Короче, по мне так, наверное, ну, не хватило пару драфтов еще, просто сценарию. Чтобы причинно-следственные связи все уладить и, наконец-то, начать упрощать сюжетные ходы. То есть, просто, просто тупо упрощать. Но я помню, что тогда, конечно, нам всем, я тогда еще вообще не занимался, я вообще просто зрителем был. Тогда, конечно, по качеству, в принципе, по картинке. Тогда же, знаешь, это же было время, когда, я помню, Алмату просто показывают на экране. Уже люди, о, нифига себе. Казахов показывают на экране. О, тоже классно, уже на кинопленке. А потом, ну, выходит вот этот твой фильм, ну, он по качеству, он прям у людей такой, о, нифига. Ну, он был, да, да, картинка была прям сок. Прям, ну, хорошая была картинка, правда, выгодно отличались. Но мы вышли там, типа, в начале ноября, а в конце 27 ноября, это уже историческое событие, вышла Келинка Сабинка. И растоптала всех хуям вообще, кто был до нее. Вот, и просто супер классный кейс сделали. Молодцы. Не, ну, это же, по сути, с этого момента началось все наше такое, уже нормальная, скажем так, рыночная кинопрокатная индустрия. Так и есть, первый кейс. Как можно делать, что нужно примерно делать. Да. Хорошо, после ограбления по-казахски, что вообще, наверное, вы думали на какой-то следующий фильм? Думали, ну, много чего вообще думали. Просто, как бы, мы продолжали работать с этим инвестором и начинали развивать. Инвестор был кто? Алидар, да? Алидару Тимураду. Тогда это была какая-то структура или просто... Нет, нет, мы были частью этой структуры, которая в итоге, ну, как я сейчас понимаю, это Дарплей. Которая, да, сейчас... Которая сейчас вот эта большая организация мультимедийная. Ну, такие дела. Параллельно, значит, мы закончили фильм, вышли, что-то начали думать насчет следующих проектов. И в какой-то момент так получилось, что работа стала очень для меня лично такая административная, какая-то бизнесовая. В меньшей степени... Продюсерские функции. Не совсем, короче, режиссерские, не совсем творческие. Вот. И стало очень, ну, некомфортно в какой-то момент просто. Я не вывозил... Не то, что не вывозил, а типа... Совмещать... Не совсем, короче, то, что я хотел делать. Вот. Параллельно меня, значит, тогда генпродюсером 31-го канала был такой человек Юрий Бродский. Да. И он, значит, мы с ним познакомились параллельно. И что-то там он услышал про мое образование, про какие-то там консалти, ну, про то, что я разбираюсь в жанре, в ситкомах и так далее. И подтянул меня на 31-й канал. На Нархоз, да? Не на Нархоз, а типа я возглавлял этот отдел собственного производства. То есть он хотел, чтобы через мой креативный, как через меня, в творческом смысле, проходили все их проекты, которые они развивали. И вот как бы первый проект мы сделали Нархоз. То есть там была, я что-то не помню, как там было. Там, короче, был первый сезон, он был написан, уже написан кем-то. Я пришел, начал им помогать, раскидывать все это как бы просто по архетипам, чтобы это был ситком, а не мыльная опера. Вот. В итоге как-то он хорошо прошел. Меня что-то там, по-моему, позвали еще раз. На второй сезон я консалтингом занимался. Потом, так как 31-й канал входит в холдинг СТС, мне, короче, позвонили из Москвы, потому что эти Нархоз, насколько я помню, типа куда-то продали они на какие-то другие рынки, как продукт казахстанский. И типа это был классный кейс, и что-то, в общем, меня как-то туда схантили, вызвали. Ну и я уехал в Россию, потому что там была творческая работа, там и так далее. А куда тебя позвали, что делать? Консалтингом для СТС я занимался. Development consulting. То есть, по сути, я работал со студентами. Ну вот смотри, допустим, ты продюсер. Да. Ты компания, ну, допустим, я не знаю, Art Pictures. Или Амиг. Вот Амиг хороший пример. Потому что Art Pictures... Пытался делать сериалы, да? Амиг давно пытается делать сериалы. Ну, это же какие-то... Александр Масляков и компания. Ну, типа КВН-овский, у них там куча КВН-чика. И так все вышли оттуда. Понимаешь, типа кого-то они могут... Оп, сиди, пиши. Ну и много, в принципе, ребят, которые вот в этой КВН-овской тусовке, как бы ситкомы уже тогда... КВН-ситком, как бы знак равенства, вот уже давно был к тому моменту. Ну, допустим, вот и Амиг пришли на СТС с какой-то заявкой. Вот мы хотим сделать сериал там, допустим, про... Не знаю, про сам КВН. Хорошо, ладно, класс. У них есть, допустим, есть продюсер, который ведет, ну, там, в отделе праймового вещания, так называется отдел, три продюсера. Или там четыре продюсера. Пилотов разрабатывается штук 70. У кого кто-то, например, заявку еще не до конца. То есть идея нравится, но вот здесь вот подтяните чуть-чуть заявочку. Здесь, допустим, пилот уже пишется. Уже контрактанулись на разработку пилота. Но что-то пилот не идет. И вот, допустим, если у человека, у одного продюсера на СТС просто 18 проектов, он физически не может давать нормальные комментарии. Он просто, ну, не вывозит. Соответственно, всегда нанимается какой-то там консалтинг. Ну, консультант обычно, он там с Америки приезжал раньше, который помогает уже расписывать эти пилоты, превращать их в ситкомы. Ну, то есть есть такое понимание, помимо того, что есть просто жанровые законы, ситком там вертикально-горизонтальный, бла-бла-бла, какой угодно, еще есть просто, ну, специфика, допустим, СТС от ТНТ. Понимаешь, если на СТС никогда не покажут проститутку, то на ТНТ вполне себе, пожалуйста, проститутка, велком, как бы, нормально. Ну, то есть, и вот такие вот какие-то вещи, ну, нужно было, нужно было какое-то некое такое альтернативное мнение, какой-то человек, который является, может сделать, как это называется, СТС-абл, чтобы это было, как бы, СТС-абл, чтобы ты принес, такие, о, это наше, все, отлично, берем. Ну, то есть, а ты работаешь с кем? Я работаю с продакшенами. Я работаю с продакшенами, с хедрайтерами, с креативными продюсерами, продюсерами, и мы занимаемся там, пытаемся, значит, найти в этом ситкомовость. Твои, как бы, рекомендации, они обязательны? Нет, 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 нет. Рекомендации, да? Консалтинг, да. Не начальник, консалтор, консультант, да. Окей. А откуда ты это, ну, Глубогатец сначала как-то брифует, ты сначала проходишь какой-то, не знаю, откуда у тебя это СТС-абл? Я же, я же все время нахожусь в контакте с этими продюсерами. Они такие, они меня рекомендуют, вот с ними разговаривай. И они говорят, они говорят на своем телевизионном языке со мной. Короче, вот надо, чтобы там поебушки были, классно, чтобы вот прям классно, вот чтобы было классно от них. И ты такой, ага, понял. Все, я понял тебя. Да, третья линия у нас, третья линия у нас будет проходить там какой-нибудь персонаж, который, да, понятно. Слушай, ну прикольно. Ну, просто, то есть, допустим, они, например, еще, видишь, говорят слот. Вот мы хотим вот в такой слот, вот в этот слот, короче, там должно быть вот бам-бам-бам. И ты такой, а, все, в этот слот такие вот архетипы какие-то. Ну и так далее. Сложная работа, пипец, это не... Да, это же еще сложно аргументировать с одной стороны. Это же не постоянно. Аргументировать не сложно. Не сложно? Не-не, я же это... То есть, пипец в этом... На язык подвешенный в этом смысле это несложно. То есть, донести свои мысли, это как бы, ну, я считаю, базовое для режиссера, если ты... Как это? Нет, я просто больше про то, что, наверное, какие-то шаблоны, например, для этого слота, они же тоже меняются в свое время, не могут существовать постоянно? Нет, нет, постоянно существуют. Это же постоянно какое-то предположение, да? Постоянно существует. Тут вопрос архетипов, понимаешь, допустим, ну, вот, блин, грубо говоря, короче, канал Россия. Значит, главная героиня – женщина. Да, обязательно. Она полюбила чувака, он ее не полюбил, потому что он из богатой семьи, она из бедной. Значит, она хромоногая, одноногая, беременная, тремя детьми, значит, осталась... Еще постоянно с ней что-то происходит почему-то. Да, ее еще ограбил там, и хотел мент убить. В общем, что-то с ней произошло, кто-то ее выгнал, и вот она через терник звездам, значит, пробирается, и потом он, этот любимый, возвращается в девятнадцатой серии и говорит, прости меня, Маша, я был дурак. А она говорит, да ты мне уже не нужен. Ну, такое типа, знаешь, Москва звездам не верит, допустим. НТВ это всегда, короче, мент суперсправедливый, но его не понимает система. Есть в нем какой-то изъян за это. Есть в нем, он пьет, но он любит свою жену, но он ее изменяет. Он хотел чувака убить, но он его избил. Вот такие какие-то такие штуки, короче, ну просто тропы. Еще у него уже флэшбеки периодически. Не-не, флэшбеки не тот. Флэшбеки это ТНТ? Нет, это не НТВ точно. Скорее всего, он там, у него есть классные друзья, и есть там злейший какой-то начальник, и есть, короче, куча преступностей, с которой он борется. Вот. Это НТВ. ТНТ это сиськи, жопы, трах-трах, суки-суки, суки-суки, суки-суки. Вот так вот, короче, да, понимаешь? Алкошня, алкошня. Вот эта херня, короче. Комедиклаб такой. Вот. СТС это все то же самое, только без сисек, писек, жопы и всего остального. Смешно. Солнце светит. Солнышко светит. Семья. И внутри семьи разборочки такие. Внутри семейные. То есть. Кто-то что-то не понял, да, там, недопонимание произошло. Не, ну это да, я имею в виду вообще в целом, да, Ивановый, Ивановый, допустим, да. Две семьи обычные, одни богатые, другие это, детьми поменялись. Вот, пожалуйста, динамика классная. Да. Ротком. Сейчас вот хитяра идет. Ротком хорошо идет, да? Ну да, неплохо вроде прошел. Дылды у них на самом деле хитяра прямо. Дылды сейчас второй сезон начинается. Тоже вот, понимаешь, нету сисек жоп. Дылды, вот, волейболист, тренер по волейболу, значит, приезжает, им вынужден тренировать женскую университетскую сборную, чтобы вернуться и тренировать сборную России. В принципе, достаточно, тут основная задача сделать так, чтобы это было достаточно съедобно. То есть, поместить его в такие условия, чтобы это не казалось, типа, когда так было. А его так очень аккуратненько помещают в эту среду, что ему нужно там находиться. И вот он там находится. То есть, там нету, это не сериал «Ольга», там нету алкашного, пьющего, пропитого отца, там нету, значит, она не разведенка, там, с детьми от разного брака, у нее не тинейджер, беременная там дочка. Вот это ТНТ. СТС, там все такое, папины дочки. Слушай, ну я знаешь, я вот, в общем, написал один проект, и я одну серию, например, писал с автором, который универ писал, и одну, которая вот, которая для СТС пишет. Да. Ну, один и тот же проект был. То есть, и было вообще прикольно, потому что те, кто вот, ну вот, не для ТНТ, а для универа, кто пишет, они, у них как будто в диалогах очень коротко, даже с жаргонными выражениями, ну, то есть, как будто задача очень коротко писать, и очень такими фразами, то есть, обходиться. А вот у тех, кто вот, ну, те же там, вот на СТС, у них как будто фразы больше, ну, то есть, текста как будто больше у героев, и они более, как сказать, ну, там, всегда там у них одна строчка, а у этих там две-три строчки. Да. Это прям тоже какая-то такая заданная. Ну, потому что, если на ТНТ можно острее сделать, сказать долбодятел, то на СТС нельзя сказать долбодятел, понимаешь, нельзя сказать придурок. Да. Ну, там можно, допустим, но помягче, короче. Там просмотр для всей семьи. Ну, вот и все. А писать жестко, конечно, легче. Тебе меньше нужно. Ну, мне показалось, там все-таки, видишь, там же двигаются сюжеты, ну, самую вертикальную линию, что в короткие фразы же тяжелее, как бы, ну, сформулировать четче все. Она же не только для того, Ну, блин, как бы, особенно эти ребята, которые писали универ, там все четенько. Ну, то есть, это классно, когда фразы короткие, это хорошо, это шлестка, это шутка, репризы, бам-бам-бам-бам-бам, это классно, это очень интересно. Ну, то есть, это гораздо лучше. Это, понимаешь, тут еще в СТС так нельзя, потому что это будут непонятные фразы, там, ну, не хватает перчинки, иногда, чтобы нужно не матернуться, ну, как-то обозваться. А в СТС как-то это, ну, и в целом там мелодрамы больше, скажем. Ага, ну, видишь, ты четче сформулировал. Ну, больше мелодрамы, да, там больше мелодрамы. Больше мелодрамы, это прям более понятнее становится. Да, прикольно. Слушай, ну, а ты сейчас продолжаешь заниматься? Нет, я этим занимался год. А, ты год занимался? Год, год до полтора, короче, я потом посиделил. Ты переехал в Москву, да? Ну, я переехал в Москву, я там начал работать. Ну, как бы далось там, типа, уеду, буду работать в СТС, там, не бодку, может быть, еще один фильм сниму, там, что-то такое. У нас в Казахстане. Ну, не, на тот момент что-то не хотелось в Казахстане снимать, потому что, потому что я уже в России был в этот момент. Как-то так получилось, короче. А, ну, это одно наложилось на другое, то есть какой-то такой процесс? знаешь, я люблю быть маленькой рыбой в большом, как бы, аквариуме. Мне это комфортнее, чем быть большой какой-то рыбой в маленьком аквариуме. Поэтому мне в Москве было комфортно, очень комфортно вообще и жить, и работать. Ты год, год, я прям прокачивался еще сам. Ну, это круто, да, я думал, тебе опыт получал, и потом еще ты со столькими, ну, уже работающими ребятами общался. Это же вообще неоценимый опыт. И ты как бы понимаешь внутри, как все устроено, как это все получается, где, ну, да, как это устроено внутри, потому что это, у каждой продакшн-компании немножко по-разному все-таки решено. Где-то каких-то программах, есть там, типа, три автора, три-четыре автора, и они закрывают тебе весь сезон. А где-то есть двадцать авторов, и они тебе пилот не могут написать. То есть, ну, много вообще понимаешь, рынок, да, кто что пишет, где, как, зачем, почему, да, очень интересно было. Я поработал там год, и потом понял, что я неофисный просто человек, невозможно все время сидеть со сценаристами, а еще это, типа, пятнадцатый год, четырнадцатый, пятнадцатый. То есть, это работа все время только на подготовке, на разработке, то есть, там, на площадке, это все уже контроль, или там вот такой вот, ага, понятно. Да, и понял, что неофисный? Понял, что, ну, и захотелось снимать самому, я взял свой фильм «Ограбление по-казахски», и, типа, пошел показывать его, вот я так умею, возьмите меня на работу. Да, показывать куда, но это уже не телевизионное было, больше кино. Нет, нет, сериалы, 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 ну, так как я в сериальном мире был, я, типа, в сериальном мире и остался. Кино, то есть, показывать, все, да, да, и все, ну, в принципе, и он так хорошо для меня сработал, скажем так, хорошей визитной карточкой стал в России, потому что они посмотрели, такие, нормас, типа, пошли, у меня появился агент сразу, который меня там. А это какой год, там уже, уже в то время уже агенты были, да, все такое? это 2015-16. Даже для, ну, таких не сильно известных, ну, да, если тут агентов уже было, да? просто это такой агент, который продает много сценаристов, и который, у него было не очень много режиссеров тогда, и он хотел, это были сериальные, ну, как бы сериальная работа, поэтому, вот, вот, и первый проект, меня позвала подруга, которая была креативным продюсером для одной компании, которая снимала для канала Россия 1, и вот первый проект, который я сам самостоятельно снимал, это был, это была четырехсерийка для канала Россия. Вон на выходные, да, которые ставят? Да, кино выходного дня, да, четырехсерийный фильм, называется «Родное сердце». Все посмотрите, очень советую. Блин, у меня заявок 5 лежит под таким названием. Не смотри, не смотри, да. Нет, нет, просто название, просто оно такое. Ну, в общем, нет, нет, короче, канал Россия, это, это прям красавцы вординга, прям, вообще прям название у них всегда топ, короче, типа, «Миндальный привкус любви». Ну, это еще как-то оригинал. Пятый этаж без лифта, весной приходит любовь, любовная любовь, любовь и морковь, в общем, ну, такие, какие-то вот такие вот, страстная любовь, нежная любовь, родное сердце, холодное сердце, любимое сердце, кровавое сердце, в общем. Мне кажется, знаешь, там такой струбик обязательный, любовь, сердце, там что-то еще, человек, там какой-нибудь, а потом прилагательные уже варианты, да, свободный человек, не свободный человек, да. Ну, слушай, а тебе предложили, то есть, как это происходит, тебе присылают сценарий, да, говорят там? Я пришел, встретился с продюсером, он посмотрел мое кино и сказал, ну, короче, вот. Почти то же самое, только в одно сердце. Говорит, да, говорит, вот то, что ты там делал, говорит, вот это вообще мне не надо, вот это вообще мне, забудь про вот это все. Классно, мне было прикольно, но снимать, по-моему, другой. Да, да, типа того. Ну, что, показали сценарий, ты что-то, ну, дозволяется режиссеру там, делать какие-то свои. ты, конечно, сильно? В России, на канале Россия, вот в этих четырех серийках, там принцип такой, чем больше ты хочешь работать, тем лучше, работай больше. Хочешь переписать? Бери, переписывай. Пожалуйста. Хочешь написать? Хочешь написать? Пиши сам. Платить не будем тебе за это, потому что сценаристам уже заплатили, но ты пиши сам, если хочешь, классно будет, нормально, молодец. Там главное, чтобы больше слезных моментов было. Вот такие, но ты переписывал? Ну, у меня были две авторки, которые писали. Все время мне говорили. То есть, тебе предложили идею или уже готовый сценарий? Нет, готовый сценарий. Там был полный трешак вообще. Там было четыре серии, которые просто, ну, там вообще было, короче, все. И по бюджету не пролазили мы, потому что там какие-то там возникали, знаешь, в какой-то момент возникает там остров сокровищ, вдруг какие-то золото в подвале, и кто-то там что-то еще. Я такой, че, блин, мелодрама? Девочка одна там остается. В чем вообще? При чем здесь это? Ну, на канале России, может быть, сокровища какие-то там? в общем, короче, все это уладили, переписывали, переписывали, да. Все писали, быстро писали. И писали сценаристы, писал сам продюсер еще в какие-то сцены. Переписывал, просто тоже помогал. И я писал. А сколько там на таком проекте, сколько выработков, сколько вы день снимали там? Отдох там, 10 минут. 10 минут. Да, 10-11 минут. Ну, прям, не айс, короче, не секси. Да. Ну, то, что ты считаешь, наверное, очень быстро, в Казахстане, это не очень быстро считается. Это невероятно быстро. Это, ну, нет, я снимал, смотри, я в прошлом году снимал для Окко два сериала. Да. Ну, когда я говорю в прошлом году, я имею в виду 19-й год. Да. Ты просто еще 20-й вычеркнул, да, из жизни. И там что, Там были 13 минут выработок. Это был полный беден. Но там было классно, потому что там была камера Gemini Red. Она была очень чувствительная, и мы прям практически свет не ставили. То есть, в этом смысле было быстро, очень. С технической точки зрения было быстренько. и, ну, в общем, вот так. Ну, смотри, ну, вот этот первый проект из-за него взялся, потому что он, по сути, первый проект был в России. потому что первый, который мне предложили, прям, да, такие, я такой, уу, я в России снимаю за денежки. Ну, круто. А потом, что после этого, ну, примерно, по этой, по этой калии. Не, 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 я такое, спасибо, все, я поплакал с вами вместе, уважаемые зрители канала России. Я к вам, ну, если я, если возвращаться, то, конечно, на какой-то спецпроект, потому что у них есть слоты, ну, вот как 4-х серийки, 2-х серийки, там, 20-ти серийки, какие-то мелодранные, которые у них обычно идет линейка. А есть спецпроекты, которые какой-нибудь там, Тодоровский приходит на канал России и делает большой там. Россия же, по сути, да? бригада. Россия я нашел. Россия, да? Да. Я помню, я болел просто, и они почему-то пробный сделали днем показ, и он не был тогда этот, а я болел, я смотрел все серии, приходил, тогда я не помню, к кому, пацанам, я рассказывал, есть такой сериал. Они говорят, ну, что? А потом он начал уйти в Prime, и они прямо жестко стали уже разъебывать там. А я уже там, типа, почти весь сериал посмотрел днем почему-то, то ли в 4, что ли там. Да. И после этого, да, после канала «Россия»? Занимался, короче, как тебе сказать, я мастер не эфирного пилота, я наснимал огромное количество пилотов, которые в итоге не вышли никуда. По своим идеям или по чужим? чужим, чужим, конечно. Чужим, потому что в телеке, если ты режиссер, нет места твоим идеям. Потому что ты сценарист, пожалуйста, приноси идеи, дальше будешь его режиссировать, возможно, да, классно. Ну, то есть сейчас только к этой практике приходят к такому более авторскому, то есть вот те же «1, 2, 3 продакшн», они приходят сейчас к тому, что приходит человек, режиссер молодой, с идеей своей сериальной, они ее берут, помогают ему ее разработать и потом дают ему возможность снимать эту идею. Ну, то есть максимально авторски подходят, ну, и ты видишь как бы по продуктам, да, что у них там эпидемия, пожалуйста, стрельнул, Стивен Кинг посмотрел, перевал Дятлова, в общем, все по красоте. И помогают как? Они тогда сценаристов подключают? Конечно, конечно, сценаристов, одеялом окутывают и говорят «твари». Ну, это просто детище вот Никишова и Федоровича, им за это просто, они прям огромный респект, они прям красавцы и тигры. Ну, вот смотри, они же тоже, получается, они вот этот какой-то опыт с канала тоже взяли, да, получается, смотрели много проектов, но они же были на ТНТ, потом на ТВ3, это же те же ребята, ну, по сути. те же, те же. Ты имеешь в виду, что они как бы грубо говоря работали на входе сначала у всех этих... Не, ну, смотри, ТС-ТС, там, ТВ3. Где большой объем заказа. Конечно, у тебя прокачка идет просто сумасшедшая, потому что тебе приносят АМИГ, тебе приносят арт-пикчерс, тебе приносят Среда тоже. Среда там, да, да, и так далее, и так далее. Да, Легио Феликс называется компанией у него. Да, да, да. Ну, то есть Куликов, они прям дружат с Куликовым, Никишов, Федорович, они, ну, они вместе начинали кучу классных проектов, он их там писал. Вот, поэтому, да. Ну, то есть ты снимал много проектов, которые, ну, вообще, значит, то есть делается в индустрии много пилотов, да, которые... Которые не идут. Потом, ну, потом... Ну, смотри, допустим, был такой сериал на СТС, «Большая игра» про футбол после Чемпионата мира, про футболистов, про сборную футбола, как этот Колчин, Дима Колчин. Да, да, все вспомнил. Становится тренером сборной. Там еще знаменитый вот этот отрывок. Да, вот этот пилот снимал я. А, да, круто. А потом просто в цикл уже, в сезон, они взяли другого режиссера, ну, там немножко не сошлись, идейно в смысле. Вот. Полицейский с... Конная полиция был такой сериал на ТНТ с этим... Это Лемперт писали, да, с Гудсториски? я работал на этом проекте, я его начинал тоже. Вот, Лемперт и Орех, Орешины и Лемперта. Вот. Вот. Я провел кастинг и потом меня уволили. Вот. Ну, в смысле, не уволили, мы просто сели. Ты какой-то проблемный режиссер? Нет, я не проблемный, просто вот как раз Лемперт и Орешин, мы на каких-то этапах ранних было ощущение, что мы прям у нас коннект, а потом начали разбираться и поняли, что у нас просто абсолютно разные видения. Ну, просто вот прям диаметрально, он такой вот так же, я такой, не, подожди, вот так. И они такие, так, ладно, хорошо. Потом раз, ну и, короче, получается так, что они, так как они авторы, они просто, как тебе сказать, меня не уволили, а упразднили должность режиссера. Да. Лемперт и Орешин сами снимали, как режиссер. по лицу разве они сами снимали, да? А, понятно. Я помню, в Ольге подключились. в Ольгу, они, короче, снимали там, да, первый сезон, они что-то там уволили. Ну, в общем, вообще проблема была, насколько я знаю, из-за Трояновой, что она такая сложная была, как бы, ну, кто-то не нравился, ей было сложно работать с каким-то режиссером, поэтому режиссеры, там, в первом сезоне ушел, пацаны доснимали сами, потом второй сезон тоже кого-то они взяли, тоже уволили, потом в итоге то ли из-за Трояновой, ну, как-то не вывозил чувак, они сами делали. Плюс еще у них амбиции режиссерские были. И сложно с продюсером, который хочет быть режиссером тоже. Ну, который прям вот тебе до мельчайших деталей, вот он приходили на кастинг, и пацаны прям, ну, прям выжимали какие-то, ну, то есть они прям, ну, То есть они уже это как-то видели? Они прям видели, они такие, а вот ты можешь вот так строчку вот так и вот так вот ее вот так вот сказать. Я такой, блядь, на пробах я никогда так не делаю. это прям, ну, это как бы, ты выдаешь, ты очень получаешь механический какой-то такой дубль. Вот. Слушай, это разногласия были сценарные какие-то? И сценарные тоже. И сценарные тоже. И сценарные, и визуальные, вообще много было разногласий по самому. То есть они как бы, они больше, как тебе сказать, они понимали базовую, базовую как бы историю и больше думали насчет визуализаций клевых. А я все время пытался их вернуться к тому, что здесь вот в базе не работают какие-то вещи, они их бы, их бы поработать бы, чтобы глубже вот прям тебя вот так вот, чтобы в нижнюю часть живота ебошило прям. Да. Они такие, ну нет, чувак, вот мы хотим вот так. Я такой, блядь, но это будет не смешно, это будет смешно, типа ради смешно. Это как-то хуево, короче. Да. Ну и в общем, они такие, знаешь, что, чувак, мы тут подумали, и мы, короче, сами будем это снимать, сори, ты классный чувак. Слушай, блин, это прям кайф, это прям кайф, когда продюсер тебе мозг не ебет, а прям сразу говорит, чувак, ты классный, но ты нам не подходишь, давай в следующий раз увидимся, где проект тебе будет нравиться больше. Ну, то есть там была такая проблема, что я не влюбился в код для полиции. Слушай, ну это круто, крутая штука, то, что ты рассказываешь. Я вот думаю, как бы нам к этому прийти, потому что бы вот это вот не ссорится, и не вот это вот какой-то кусок хлеба, а то, что вот не совпадает лучше тогда. Это же, тем более сериал, это же долгая история. Конечно, конечно, и потом ты видишь, это же не так, как в Америке, допустим, есть там два креативных продюсера, и у них, допустим, четыре режиссера или пять режиссеров в пуле, и они просто херачат один за одной серией, кто там, ты делаешь первую, четвертую, восьмую, десятую, тот делает шестнадцатую, восемнадцатую, двадцатую, а ты там седьмой, ну там остальные, условно говоря. То есть так нету пока. Там один режиссер заходит, и он уходит на там 90-100 смен и херачит весь сезон сам. Да, да. Одним юнитом, условно говоря. Слушай, а вот как вот на эти пилоты ты попадаешь? Ну понятно, у тебя уже там уже в кругах тебя знают, но это тоже агент как-то работает, да, может, это же надо знать, где-то что делается, ты там уже, ну... Да, агент. То есть он говорит, ну там они там разрабатывают такой сценарий, да, там туда режиссер. Типа да, вот, короче, нужен там, допустим, космос, студия Акопова. Вот так они меня, он мне говорит, там, короче, они делают пилотик один для, я не помню, для какого канала, в общем, неважно, типа, сходи, встречи с ними. Ну ладно, назначил встречу для меня, пришел, креативный продюсер, редактор, там кто-то еще, вот такая у нас история, вот такая-такая-такая. А до этого они выслали какой-то там сценарий или там что-то по эпизодник. Вот, и приходишь и обсуждаешь, говоришь, ну я вижу вот так, вот так, я вижу, что это вот это, вот это, что вот, ну то, что внизу находится под сюжетным, под сюжетной линией, вот то, что там в глубине истории, что я вот так вот вижу архетипично, вот так, это бы классно показать, вот так, и это в целом история про это, и вот поэтому вот так, вот так, вот так. Они такие, нравится, давай разрабатывать, и все, и ты контрактуешься, работаешь. То есть видение, видение свое. Просто кто-то приходит, говорит, я хочу, блядь, как Бёрдмен, одним кадром, блядь, все заебашить, вот так, и ты такой, в следующий раз, когда у нас будет такой проект, который под тебя, когда мы поменяем формат НТВ, ну потому что, потому что у каждого режиссера все равно свое какое-то индивидуальное, индивидуальное видео, да, видение. Слушай, ну а за это время ты что-то, как бы подавал какие-то свои заявки, но не как режиссер, ну там, то есть у тебя, ну ты же говоришь, что постоянно были какие-то идеи. Да, да. Блин, короче, если ты говоришь про сериалы, мне сложно писать ситкомы, мне было сложно списать ситкомы, российский, сложно, потому что сложно понимать толкости, да, вот эти, что было? Менталитета, да, 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 мне, короче, знаешь, как говорили, я вот что-то писал, или какие-то ходы выбирал, когда, и представлял, я говорю, да, что-то какая-то американщина, бля, ты какой-то нерусский, короче, я говорю, ну ты посмотри на мой фейс, я совсем нерусский, братан, ты че? Вот. Ну да, это, знаешь, такая штука, которая... Не, на самом деле, заняло мне, наверное, года 3-4, чтобы я реально воткнулся вот в этот контекст российский, в целом. То есть он как бы вроде бы похожий, вроде один язык, но ментал разный, и страна большая, у нее определенные свои какие-то культурные коды есть, ну короче, отличаются от нас очень, поэтому, да, это было сложно, и потом писать, ну типа, знаешь, писать про волейбольную команду в городе Сыктывкар, что я могу, блядь, написать про город Сыктывкар и про волейбольную команду, я не волейболист и не Сыктывкарчанин, поэтому, ну то есть, вот такие какие-то штуки. Для меня, вообще географию России бы понимать, мне, знаешь, говорят там, не знаю, Сызрань, и ты такой, блядь, это где-то, где Владивосток, или это где Калининград, или это вот там внизу, или это Мурманск, хуй понять. Я бы вообще подумал, это вообще может где-то в Украине или в Белоруссии, не все города так понимаешь. А россиянину, ну как, это все равно, что сказать типа Чемкенский, русский. Ну ты понимаешь, куда там, да. Москвич приезжает, ты говоришь, блядь, пацан Чемкенский, и он такой, и че, ну понимаешь, а тут сразу у тебя куча ассоциаций, и ты сразу такой, и такая информация, то есть мы конечно понимаем самые базовые, типа бандосы с 90-х, понятный архетип, но он тоже очень отличается от подмосковный какой-то бандос, или какой-то там, или он солнцевский, или он вообще какой-нибудь из Нижнего Тагила, или с Урала, ну то есть, вот такие вот штуки. Понятно. Надо прям в стране пожить чуть-чуть, чтобы понимать, про что шутить с ними. То есть одно дело, когда ты там внутри Садового кольца с классными иностранскими пацанами, такими же, как и ты, короче, весь такой на Западе учившийся, такие, да, Дейв Шапелл такой классный. А тут уезжаешь замкаться, они такие, иди-ка сюда, Дейв Шапелл. Слушай, а вот этот я хотел спросить, наверное, в Москве или в России наверное такой вопрос не стоит, но я знаю, что какое-то время стоял в Киеве, ну и у нас тоже. Как и вот деление сценаристов, ну вот как ты уже сказал эту тему, про КВНщиков, которые пишут в ситкомы, и они не всегда могут потом писать какие-либо другие проекты, или же там, ну такие сценаристы, которые пишут, мелодрама-детективы, им тяжело писать ситкомы, также, ну в принципе, может быть, это не сильно актуально, но я помню, было время, ну и у меня сейчас, в принципе, так же, то есть режиссеры так же, не все понимают даже, как снимать ситком, потому что он и написан по-другому. Я понял, это за годы работы в России, что я ситкомы не умею снимать. А, ну слушай, ну вот этот вот мне пилот, футбольный этот, мне показалось, он этот, как раз таки. Не-не-не-не, ты смотрел уже снятый эфирный пилот, я-то снимал не эфирный пилот, у меня актеры другие немножко были. А, все, все понял, да-да-да, окей. Это не эфирная версия. Они всегда снимают один пилот, потом этот пилот проходит фокус-группы, так называемый, то есть прям, а потом, когда запускают уже, вам понравился этот персонаж, не понравился, ой, нам вот эта девочка не понравилась, мы ее сейчас будем менять. В конной полиции, например, девочка главная, Стасия Милославская, а в пилоте снималась Ирина Старшенбаум, например. И много было каких-то других еще там, где-то Дергачев там, Дергачева не было в пилоте, ну, в общем, такие были, да. А, понятно. Да, и ты говоришь, что ты понял со временем, что ситкомы тебе тяжелее всего. Не могу, ну, типа, короче, вот те ситкомы того порядка, какие они были в России 3-4 года назад, которые сейчас, в принципе, существуют, это тяжеловато. Ну, для меня, я просто, ну, ты как бы растешь, просто старше становишься и понимаешь, что твое, что не твое. Ну, круто, круто. Я понял, что это немножко, блин, короче, мне должно быть самому смешно, чтобы я смешно снимал. А мне это не очень смешно. Когда это усредненная какая-то такая штука, ну, меня, короче, не заходит. И в ней нету вот какой-то тонкости, она такая вот прям в лоб, понимаешь? Да, да, да. Вот такие шутки, короче. Ну, то есть, типа, неплохие шутки, а просто они рассчитаны на вот на Зинку и Витька там из Сызрани. И вот им должно зайти. Обычно простой народ, который не заморачивается, по поводу гендерного неравенства там или чего-то такого. И поэтому, ну, короче. И до настоящего времени ты вот режиссер, который, ну, вот, работает на проектах, да, в России. Ну, я вот, да, я снял для ОКО сериалы, я снимал. Для ОКО что? То есть, это стрим-платформа, получается, да? Ну, это онлайн кинотеатр, который, Netflix русский, который свои делает всякие форматы разные. Короткие, длинные там. Такие веб-сериальчики. Да. Ну, то есть, они форматные, как эти телевизионные, то есть, они не маленькие. Нет, вообще, то, что я снимал, короче, у ОКО, помнишь, Куиби? Знаешь, Куиби? Короткая история Куиби. Это было такое... Приложение, да? Это приложение для вертикального видоса. Да, да. Короткие миши. Минуты, разве нет уже? Все, оно обанкротилось. А, да? Блин, слушай, ну еще... Он не успел родиться, уже помер. Так вот, у ОКО была ОКО Мув, точно такая же платформа, вертикальных сериалов. Я снимал для них в вертикальном формате, типа, сколько-то там, 10 серий, или 8 серий по 10 или 12 минут. А, вот веб-сериалах. Да. И вот там, вот эта 13 минут выработка там была, да? Да. Но там, типа, в итоге они отказались от этой платформы, и хорошо, что мы снимали горизонтально, а не вот так камеру ставили. И у нас есть горизонтальный кадр, и в итоге все это перемонтировалось и сделало под горизонтальный сериальчик. А должно было быть вообще на мобильном устройстве. Это было, то есть, ну, это продакшн делает проект, продает на ОКО, либо это заказывает ОКО? Нет, смотри, ОКО, вообще на тот момент, ОКО и Сбербанк, ну, типа, Сбербанку принадлежит ОКО, что ли? Как-то, в общем, они, короче, это какая-то... В одной экосистеме. Они в одной экосистеме находятся. Они запустили изначально вот такой слот. Короткие веб-сериалы для вертикального формата. И куча ребят подалось всяких разных продакшенов. Вот. И был, по-моему, один продакшен, да, был, по-моему, один продакшен, через который это все проходило. Какой-то дружественный им или принадлежащий им, в общем, какой-то такой был продакшен, который собирал разные проекты по рынку, как бы устраивал их, как на питчинг выносил туда, на Сбербанк, на вот эту вот какую-то тему. И они утверждали, вот это хотим, вот это хотим, вот это неинтересно, вот это неинтересно, короче. И вот эти штуки выбирались. И кто выиграл, они раздавались, вот ты теперь делаешь свою идею вот эту, ты то, ты то, ты то, да. И тебя привлекли, то есть ты не с идеей пишешь? Нет, меня как режиссер привлекли. А что ты вообще думаешь про стриминг-платформу? Вот сейчас же все равно такое большое идет, ну как бы ожидание. А что я думаю? Что я думаю? Что будет? Что я думаю про дождь? Вот примерно такое же. Ну как бы, да, классно, а как? Ну, что я думаю, за ними будущее, что я думаю? В какой-то, в какой-то манере, конечно, кинотеатр останется. Нет, я больше про, хорошо, я неправильно плохо сформулировал, что ты думаешь про русские стриминг-платформы или российские? То есть вот то, что сейчас вот шесть платформ, которые там, в которых есть бюджет на производство контента. Какие? Давай посчитаем. Давай. Ока. у Иви нет же бюджета у них. Ну, у них маленький бюджет. Здрасте, нормально у них все. На собственном производстве? Конечно. Пока мне там... Конечно. Ты что, чума, они сделали. Не, они выбирают уже штучные, то есть я имею в виду к тому, что за которыми стоит точно больший, ну там, бюджет. Ну хорошо, давай им считать Иви. У Иви крупный кинотеатр, он один из крупнейших. Крупный, но у них же, там, и Google тоже там, показывать много проектов. видишь, Иви немножко по-другой пошли. Они организовали с Трины Канделаки, вот как раз Давид Качаров, продюсер этой большой игры. Значит, организовали продакшн, который называется Carbon, который все делает. Вот, хаос, инхаус продакшн, Иви. И они делают все вот эти хитовые сериалы. вот по такому пути, по-шплению, да? Понятно. Ну хорошо, давай так. Иви, Ока, Ока, давай из тех, ТНТ Премьер, ТНТ Премьер, Старт, Море ТВ, Море ТВ СТСовский. Мы МТС, вчера уже сказали, уже что, уже есть, МТС Медиа. Мегафон, Мегафон сейчас будет запускать. Ну, Мегафон, он уже на старт, он зашел, как я понимаю. А, да? Мегафон зашел на старт. Ну и Яндекс. Да, и Кинопоиск. Кинопоиск, да. Семь. Ну, до этого я Иви не считал, потому что я, как там Медиатека, Иви, Мегагол, это те, которые, но если у них, конечно, собственный продакшн, то я в том плане, что много российских платформ, по идее, при существовании, ну там, мировых платформ, да. Есть же там, ну, как сказали, что уже открыли в России два офиса, не таких, которые там, не как дистрибутивных, а два офиса, которые, по-моему, HBO Max и Apple, по-моему, которые будут рассматривать заявки для русскоязычного, ну, русскоязычный, не для мировой, а русскоязычной аудитории, ну, для производства контента. То есть, что ты думаешь по этому поводу? То есть, по идее, как бы для контент-мейкеров это хорошо, потому что это борьба. слушай, сейчас рынок, он вырастет, он сейчас как бы устаканится, все зайдут туда, денег вольют, будет семь-восемь стримеров, а потом начнется просто этап консолидации, будут сливаться, мигугост, чем-нибудь сольется, там, ваш контент, наш контент, в одну библиотеку, эти там с этими объединятся. И вот так постепенно, я думаю, останется, ну, два-три крупных игрока в России, и все. Сейчас просто идут, как бы идет гонка, кто станет тем сперматозоидом, который оплодотворит эту лицеклетку, как бы, да, поэтому они все сейчас вот в таком состоянии, как бы набирают разные стратегии, пробуют, набирают, как бы, контента классного. Контент никуда не денется, просто будут консолидированные площадки, я думаю. Ну, хорошая же новость в том, что как раз-таки то, о чем ты рассказывал, вот эти вот, там, Россия, история должна быть, Россия-1, девушка должна вот влюбиться в миллиардера, там, СТС, там, солнце и так далее, там же, я так понимаю, более разнообразный контент теперь будут заказывать, там, может быть, более рискованный. Уже свои, свои, как бы, они, у них все равно внутри есть корпоративная какая-то стратегия. понятно, но все равно диапазон, как будто бы, кажется, будет шире, там, потому же, тренируешь, смотришь, там, некоторые проекты непонятно бы, где выходили, если бы это был телеканал, ну, только телеканал. Конечно, конечно, ну, просто классный, вообще, способ дистрибуции классный. Сделал один раз, и он тебе висит, и как бы, и все, и ты, пожалуйста, сделали там, Netflix этот, четыре года назад. Вот там два сезона до сих пор висят, иди смотри. Ну, да, да, как будто и безразмерно, это наоборот там, сколько угодно разного, пускай лежит, ничего он требует, ничего куш не просит, место в эфирном времени, там, чтобы вместо этого, ну, да, поэтому всякие классные, еще видишь, есть, тоже нельзя забывать, есть YouTube Originals, есть российское представление, представительство YouTube, которое сейчас пытается тоже развивать YouTube Originals. Слушай, ну вот, смотри, а если вот, все-таки, про нашу страну, для нас это как бы шанс, по идее, да, как ты думаешь? Конечно. Да, чтобы что-то сделать на стриминг-платформе, что раньше, например, ты из Казахстана, наверное, попасть на ИСС. Блин, короче, знаешь, не, вот я тебе скажу, грустную новость для тебя, наверное. Да. Первым, мне так кажется, первым, как я себе представляю, первым продакшеном, который что-то сделает для российской или какой-то международной стриминг-платформы, не будет тот продакшен, который делает для местного телека. Сто процентов. Это будет что-то другое. Это будут какие-нибудь клипмейкеры, которым вдруг закажут сериал, или какие-то киношники, которые вдруг что-то продадут идею, распишут ее и сделают. Вот в этом смысле. То есть должно быть, короче, вот эти наработанные связи с каналами уже и структуры, и стиль работы, он не подходит для международной работы. То же самое, те продакшены, которые делают для эфирного телевидения, например, компания «Русская», которая для России делает много сериалов, она никогда на стриминг-платформу не пойдет, потому что у нее просто нету таких ресурсов, нет таких идей, и они не танцуют такую же другую, чтобы, короче, заинтересовать кого-нибудь на стримингах. Поэтому в стриминг заходит огромное количество молодых игроков классных о себе заявляют. Я с тобой полностью согласен. Я, ну, в смысле, мы это очень четко осознаем. Мало того, я там какое-то время чувствую, что там последние два года это вообще не движение туда. Ну, то, что я занимаюсь, то есть, знаешь, бывает, ты там точишь камень, это все равно движение к скульптуре. А то, что я сейчас делаю, там, в какое-то время, это вообще не движение туда, то есть, это отдельное движение, а это вообще другое. Нет, я бы не стал это так обесценивать. Слушай, почему? Потому что то, чем ты, допустим, занимаешься, сериалы для казахских каналов, они вполне себе по качеству вырастут, по-любому вырастут, просто потому что вы работаете постоянно. И просто вы не пойдете в Россию, вы пойдете в Азербайджан, в Турцию, в другие страны, где ментал по... ну, ближе, понимаешь? Где Узбекистан, там, какой-то сериал казахский пойдет. И он будет завоевывать Азию, там, Корею какую-нибудь. То есть, у нас как-то, мне кажется, вот то, что мы сейчас делаем, оно туда ближе. Вот. Просто я смотрю по комедиям, по тому, как вот, какие фильмы у нас заходят, как что, это немножко все-таки ментал другой, в России бы не пошла бы Килинка Сабинка, мне кажется. Килинка Сабинка там очень много ментала нашего. Там, ну, то есть, это же про то, что только про нас. Ну, типа так. Ну, не только, может, про узбеков, тоже, может быть, про киргизов, понятно. Понимаешь, да. Я понимаю, что ты говоришь. Я тебя про азербайджанцев и турков, и арабов. Ну, я просто к тому, что все-таки, это же все равно, как сказать, если так рассматривать, ты говоришь, в общем, про индустрию, да, если там, но все-таки каждый раз это все-таки какие-то конкретные люди, ну, например, там мы, там ты, там, или еще какие-то ребята, как ты говоришь, клипмейкеры, там, и так далее. Ну, мы, по крайней мере, я как раз хотел, кстати, тебе рассказать и про краш-тестить, как раз-таки ты человек опытный, где, как сказать, стратегию про краш-тестить на то, ну, где я неправильно рассуждаю, например. Давай. Давай. Ну, и давайте я чуть позже расскажу. А вот мы просто этот вопрос еще до, я не знаю, до записи затронули. Вот по поводу сценаристов в Казахстане или по поводу вообще, то есть, ну, проектов нового уровня, как, как, как сказать, как выйти на новый уровень, ну, если не брать там деньги, бюджет там и так далее. Блин, нельзя, короче, блядь, нельзя вот так вот быть полуторагодовалым пацаном, ползать, ползать на жопе, а потом вдруг начать танцевать брейкденс нижний. Как бы это невозможно. То есть, вот, допустим, если по, 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 проследить хронологию последних там вот, ну, с кочевников, там, 18 лет, да? До кочевников вообще было, типа, пьяный казахфильм, какая-то артхаусная тусня, значит, такие затертые кожаные куртки и такие пропитые голоса киношников, вот такие были люди. Потом пришли кочевники, чуть-чуть оп-оп-оп, что-то там задвигалось, оборудование закупили, вдруг какая-то движуха, начали появляться там какие-то, какие-то такие штуки, подвижки, вроде как кино даже стало интересным. И на этом, на всем, через какое-то время, там, 7-6 лет после этого проходит, появляется Рики Тира, Хан Сатаев. Параллельно на казахфильме «Это жизнь» появляется, значит, «Розовый заяц». И это такой вот степпинг-стоун, чуть-чуть, как раз уже вроде как бы и есть кинчик, который как бы не стыдный казахский кинчик, который кто-то еще и видел. Не тот классный, артхаусный, который никто не видел, а тот, который все видели. Вот. Потом следующей итерацией выходит Килинка Сабинка, Куянбаев и так далее. И все эти, и все начинают копикетить, делать эти комедии. Вот сейчас комедии, мы сейчас насытились уже комедиями. Сейчас вот, я считаю, там, в прошлом году, реально в прошлом году, двадцатом, Жан Дос, кто вот эти арт-дилерс, ребята со своим, Жанным ты не поверишь, это прям бум, прорыв такой новый, то есть уже типа заходят не только комедии, и уже немножко сложнее жанр, трэш какой-то такой, тоже вроде неплохо, и даже как бы за границу съездили, потихонечку где-то показались. Вот. Параллельно, немножко если назад отшагнуть, то там те же Нуртас Адамбаев и тот же Коянбаев, допустим, продавали свое кино за границу, Узбекистан, Азербайджан, опять же тоже Кыргызстан, вот, тоже прецедент, никогда такого не было, вот, и так далее, и так далее, сейчас будет хороший кейс, где-то на международном какое-то жанровое кино зайдет, ну, надеюсь, что там будет, вот, плюс параллельно здесь же где-то должен выстрелить какой-то наш казахский актер или актриса, где-то там на западе в России, не знаю, где-нибудь, Алшинов, например, Дания, Алшинов, Дания, Айсулу Азимбаева сейчас снимается в российском проекте, она, вот, недавно Дания Анашинова в этом какой-то французский сериал утвердили, там почти, ну, вроде как главная роль, хотя у нас любят в статье писать, что там покорил Голливуд, главная роль четвертой сцены третьего эпизода, моя любимая фраза, это покорил Голливуд, то есть ты наверняка, может быть, где-то в Трэнгри Ньюз когда-то тоже покорил Голливуд, а в Трэнгри Ньюз у меня там, типа, ни разу фамилию неправильно не написали, потому что это у Разбеков, у Разгальников, какой-то я кем только не был, просто, да. Какая более популярная в Google поиске, какая полегче, да. Вот, поэтому я думаю, что... То есть это все постепенно и такое должно быть... Сто процентов. Ну, то есть не надо торопиться, прям вдруг мы что-то хотим, делайте просто каждый день, вот утром просыпаешься и начинает делать, а к вечеру увидишь. Ну, то есть, никто же не ждал, что у нас такая плеяда классных молодых клипмейкеров появится, прям офигенных. Никто же не ждал пять лет назад, никто знать не знал, что вообще в Казахстане будет такая классная музыка, популярная, прям пиздец. Прям один, один скриптонит уехал в Россию, там стрельнул и куча ребят такие, я тоже так могу, нифига, он там из Павлодара, я тоже из там, из Караганды, я тоже так хочу, тоже так могу, и вот просто кто-то пробивает все время этот стеклянный потолок и все. Ну, поэтому я очень оптимистично смотрю на, вообще на наш, на нашу страну и на... Ну вот смотри, короче, какая у нас была стратегия, давай я расскажу. В общем, мы сидели и думали, как мы это видим? Мы видим, что вот есть большие стриминг-платформы, есть условно говоря такая большая река, все это происходит в России, да, какие-то большие проекты, но так или иначе, стриминг-платформы, в отличие от эфирного канала, как мы уже говорили, то есть там может поместиться все, да? Ну, то есть, по идее, вот ты говоришь, там маленький 10-минутный веб-сериал на ОКО, И там может еще 100 сериалов поместиться, ну, по идее. Ну, типа, да. Как бы, да, понятное дело, что это может быть стоить каких-то денег там и так далее. Вот, и мы подумали, если всем нужен будет контент, ну, если мы не говорим про супер какой-то топовый, дорогой, фантастический, там, тот же Перевал Дятова, тот же там, ну, эпидемия, да, вот, то есть ли у нас шанс показать какой-нибудь, то есть проект, который может зайти, там, к примеру, на стриминг-платформу. И мы сели, короче, и стали думать от обратного, знаешь, не от идеи, а от обратного, короче. Что-то, у тебя уже скепсис, да? Не, просто интересно, да. Вот, от обратного. Мы подумали, что, в чем мы можем, у нас, ну, по сути, так, опять, чтобы никто не обижался, но нет особо таких сильных сценаристов, а по сути, все, что предлагается, это же заявка из сценариста, то есть идея и люди, которые могут это воплотить, которые могут это написать, то, что нужно на стриминг-платформу, то есть им. У нас этого нет, да, то есть, например, сильную драматическую историю можем ли мы написать, ну, с кем, да, вопрос, ну, сильное место наше, слабое место, например. Думали, есть ли у нас режиссеры, нам показалось, по крайней мере, что мне кажется, что мы можем так или иначе, ну, есть у нас режиссеры, хорошее снять, там, это мы там записали в плюс, там, операторы плюс-минус мы тоже записали в плюс, что у нас может быть, там, локации красивые, да, окей, потом, так, если братья, что сценаристов нету, тогда какие темы, да, мы можем там, сильную драматическую историю не можем. А ты так говоришь, почему не можем-то? Ну, кто может? Ты, я, вот парни сидят операторы, кто угодно. Классно, что мы сегодня встретились, но ты, может быть, можешь, да, но я имею в виду, исходя из того, ну, например, сильнее, ну, то есть является это нашей сильной стороной, то есть, да, потенциально мы можем, ну, грубо говоря, давай сейчас попробую до конца рассказать свою логику, да, например, я думаю, что может быть, есть какие-то темы, которые представления вот этого русскоязычного пространства, да, Казахстан, например, или там, восточная страна, и мы думали, наверное, ну, меня часто там в молодости, когда я еще в КВН играл, постоянно спрашивали, есть что там, у них все какое-то представление, что здесь, ну, все курят Анашу, как бы, и здесь вот эта тема есть, мы думали, вот есть тема, которая с нами ассоциируется, по крайней мере, да, никуда от этого не денешься, нельзя там придумать Нижнем Новгороде, прям там, есть такая Чуйская долина там, или что-то еще, вот, или же есть вот этот наш, условно говоря, восточный колорит какой-то такой, да, что это вот такие люди с Востока, у них, они как-то по-своему говорят, это немножко экзотично, с одной стороны, не экзотично совершенно, непонятно, да, но и все равно для русскоязычного населения, да, понятны какие-то, такой паттерн поведения этих людей, как там, ну, это не архетип, а вот стереотип, да, какой-то, вот, ну, и там исходили уже еще из возможностей, ну, как пример, сидит же вот на мат, да, вот каскадерская группа, то есть, по идее, но это не то, чтобы они у нас прямо в плюсах, но они же все равно где-то здесь же базируются, да, у нас в плюсах, почему это местные пацаны, ну, да, это местные, и мы можем к ним, ну, там, плюс-минус прийти, да, если бы они были в Австралии где-то, это было бы не наше, как бы, но они очень крутая на мировом уровне команда, которая может быть нашим плюсом, да, там, условно, вот, потом мы смотрели как бы из возможностей, короче, в общем, вот таким отбором, не био-негатива, отсекая старое, мы пришли к двум форматам, то есть это подростковая драма, мы посчитали, что что-то вроде элиты, про школьников, жесткая такая подростковая драма, это могло бы быть нашей темой, ну, это именно про казахских школьников и школьниц, мне казалось, что экзотично может это в том числе выглядеть, да, и второе, мы пришли, это там политическая сатира, ситком политическая сатира, вот, где, который происходит... Одна серия. Да, 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 может быть даже просто сценарий, вот, ну вот, то есть мы выявили вот эти два, два глубокого формата, которые, может быть, у нас есть хоть какие-то шансы, можно в них попытаться, ну, и начали разобраться с подростковой, честно говоря, я завис, опять-таки, может быть, ну, сам немножко свои возможности переоцениваю, мне казалось, по глубине я чуть-чуть, прямо не дотягиваю, очень много механических вещей делаю, то есть я много подтягиваю темы из жизни. Ты знаешь, ты закончил? Нет, сейчас я... Вот, и как бы, как сказать, и вот этот ситком, да, соответственно, стратегия такая, то есть мы, никто не знает, кто что делает в Казахстане, мы посылаем обычную, ну, заявку, то есть как бы питч, расширенный синопсис, сценарий пилота, по крайней мере, показывая ее сначала, показываем сначала тем людям, которые точно прочитают, если от них обычно там, ну, там нет, такого может быть нет, просто молчание, да, как бы, мы снимаем этот пилот, чтобы сразу показать визуально, что мы имеем в виду. Все, это стратегия А, потом стратегия Б, пока снимаем пилот, стратегия С, просто выкладываем это в YouTube пилот, если уже ни А, ни Б не срабатывает, и уже смотрим, что дальше будет. Вот, расскажи, что я, что я не так, как, где я неправильно рассуждаю. смотри, вот эта эра, когда идеи рождаются сверху вниз, типа, желаю, значит, про 500 лет казахского ханства, кино, вот, нужно нам, как государству, там, или в России про космос, покорение космоса, делайте про космос, и люди начинают, как бы, писать, со стороны, то есть они вот такие, о, космос, или там казахское ханство, сейчас я это возьму, запихну, что-то у меня превратится, а потом у меня в кошелечке деньги появятся, и это будет заебись. Такая хуйня не работает, потому что ты не обладаешь таким вот инсайтом, не зря же говорят сценаристам, пиши то, что ты знаешь, не пиши, блять, про балерин, сактывкарских, или там, Нью-Йоркская балетная компания, не пиши, не надо, зачем, ты не понимаешь внутри, что происходит, поэтому, мне кажется, пытаться синженерить, типа, что же им зайдет, не получится никогда. Классная история, как ребята создавали, Good Story Media создавали реальных пацанов. У них была идея, у них прям пуканы горели, они хотели это снять, очень-очень-очень-очень, дайте денег чуть-чуть, совсем, прям капелюшечку, ну пожалуйста, пожалуйста, им кто-то сказал, блять, заебали, вот вам типа 300 тысяч рублей, пиздуйте нахуй отсюда. Они взяли, поехали за эти 300 тысяч рублей и сняли то, что они очень давно хотели. Они и есть те самые реальные пацаны, это и есть те самые, они про себя снимали, true, хорошее казахское слово, true. вот. Другой. Другой, конечно, вот, и типа, поэтому не надо что-то пытаться там, вот, им понрав, не кажется, им понравится, это все равно, что типа, знаешь, я не знаю, типа пытаться придумать такой рецепт блюда, чтобы потом вот было такое ощущение воздушности, такое приятное. И ты как бы не относится к делу, как бы, это твои внутренние ощущения, поэтому рассказывай историю очень специфическую про тебя. Классный, классный кейс, вот, есть такой сериал, Поуз, смотрел его? Позируй. Ну, про, про ballroom культуру в Нью-Йоркскую, про трансвеститов и так далее. Короче, и про эпидемию спида 80-х годов в Нью-Йорке, вообще про Нью-Йоркскую вот эту движуху, про вот этот, я просто смотрел, был такой классный документальный фильм, Paris is Burning называется, Париж в огне. Как раз документальное кино в середине 80-х про всех вот этих трансвеститское движение, про Vogue, вот эти танцы, их, значит, и сейчас они сделали этот сериал. И сделали этот сериал те люди, которые там, и консультанты у них были, и снимаются у них там, те люди, которые эту эпидемию проживали сами, геи, ну, сексуальные меньшинства там и так далее, и так далее. И ты смотришь, и это пиздец true, и ты весь такой гетеросексуальный, короче, никогда бы не смог снять вот этого, потому что там такие тонкие моменты, и там просто внутреннее эмоциональное ощущение человека, который проходит переход от мужчины к женщине. Ну, неважно, какие эмоции он испытывает. Ты сидишь такой весь, Николай, как бы, со своими звенящими яичками и пытаешься придумать, каково это, а ты не сможешь, потому что, ну, это тебе не близко. Так же, как, так же, как какой-нибудь русский там из этого, из Чебоксар, попытается написать про Тарас, понимаешь? У него не получится, потому что он никогда, он не знает, что это такое. Поэтому, мне кажется, сложно, типа, предугадать, что зайдет. Надо просто писать трушные истории и самим кайфовать от этого. Если тебе прям в кайф, и ты такой, о, прям кайф, прям вот, как будто вот оно. Тут какая штука, блин, ну, я все понимаю, что ты говоришь. Вот классно, допустим, смотри, у нас, допустим, для меня, то, что у меня животрепещущая, у меня просто мама, уштобинская, как бы выросла среди корейцев. И у меня, как бы, ну, много корейцев друзей, знакомых, и, как бы, вот эта корейская культура, казахская, корейская, она всегда вокруг моей жизни. То есть, у меня там, типа, огромная банка тяя в холодильнике лежит, потому что я ее подъедаю, ну, как бы, это все часть моего рациона, нормально. Как бы, вот, напиши историю, каково быть корейцем в Казахстане. Какие сложности, что в этом, ну, какие-то там классные, какие-то культурные, очень тонкие моменты. Ты, а, это зайдет в России, потому что это интересно. Во-первых. Во-вторых, это, блядь, ты представляешь, как в Корее это зайдет? Потому что корейцы охуеют, когда они, сколько... У меня в Америке был однокурсник и румейт мой из Сеула. Я ему показывал Виктора Цоя, он такой, это что за хуйня? Я говорю, это рок-звезда Советского Союза и этнический кореец. Он такой, а что там корейцы есть? Я говорю, а ты, блядь, не знал? И я ему начал рассказывать эту историю, короче, ну, типа, круто. Например, есть, помнишь, с Такеши Китану был фильм Кровь и кость? Как-то он так назывался. Где он убийца был? Где он, нет, нет, нет. Где он, как раз таки, в Токио живущий корейский иммигрант. Блин, как же он называется? Там очень жесткий такой отец, он иммигрант, к корейцам относились в Японии как к людям второго сорта, ну, как все, кто не японцы, там, люди второго сорта, в принципе, да? И, типа, и они вот прям, он просто грайндит, короче, каждый день ебашит своих детей, блядь, всех, чтобы вот просто выжить. Такой кремень, чувак, прям, иммигрант, снять, показать, как это все выглядит, ну, откуда это все, какие-то там природные какие-то, вот пиши про это, это интересно, очень, это очень интересно. Слушай, ну, смотри, не, я понимаю, о чем ты говоришь, но вот смотри, какая штука. Понимаешь, это вот сразу, я вот сразу себе представляю, допустим, корейцев в казахском мире, это очень распространенная штука. разве не будет такого же, смотри, это мало кто будет смотреть. Да, блядь, это будут смотреть. Вот я смотрю, в Казахстане живу, про трансвеститов нью-йоркских смотрю. Ты же этих чуваков знаешь, например, да? Вот те, кто будет, ну, трансвеститов, не знаю, о чем ты? Нет, я не про них, хотя, может быть, и про них, и про этих, и про других. Нет, про тех чуваков, которые принимают решение о финансированном производстве на стриминг-платформе или нет. Разве ты думаешь, вообще теперь нет такой темы, как бы, а что это будет, какая аудитория будет? А зачем тебе стрим... Нет, подожди, ты же говоришь, там на YouTube выброситься. Нет, смотри, ты снимешь пилот, вот ты классную историю напишешь, она тебе, ты будешь сам от нее гайфовать, ты ее снимешь за три копейки, вывесишь ее в пилот, у тебя наберется там 12 миллионов просмотров, 100 миллионов просмотров, неважно сколько. Тебе сами позвонят, они скажут, слушайте, а давайте мы вот эту хуйню вашим, потому что уже есть... Пруф, да? Пруф. Пруф, я понимаю, о чем ты говоришь. Нет, когда я говорю по YouTube, это уже третья стратегия, когда мы уже ничего там не получаем оттуда. Ты меня спрашиваешь, органичный способ сделать классный контент и неоднократно не попасть вот в флюк такой, да, повезло как бы, хуяк типа попал, закрытыми глазами, ебнул и раз попал, типа нет, а чтобы вот ебануть и чтобы потом, когда тебе придут, а еще раз можешь так, и ты еще раз так ебанул. Это надо так делать, потому что ты же не собираешься послезавтра уходить с этого рынка. Понимаешь, смотри, тут такая двойственная штука, то, что мы говорим, это если бы я был сценарист, понимаешь? Но ты разве не сценарист? Ну слушай, ну я сценарист, но я больше как бы продюсер, я продюсер, который вынужден быть условно говоря сценаристом, потому что, ну, пока я не вижу таких вот, как бы, если бы у меня, короче, был бы крутой сценарист, я бы не был бы сценаристом, то есть я был бы продюсер, который прокачивает свою сценарную экспертизу, из-за этого учится на всех этих сценарных курсах, пишет и так далее. То есть, ну, я считаю, продюсер должен обладать, такой штукой. Вот, и смотри, то есть тут благоприятный исход, классный, который как у тебя, понимаешь? Ну то есть написал классную историю, которая вот такая true, все такое, все круто. И тогда что происходит? Например, ты классный сценарист, тебя, например, забирают, ну как тебя, условно говоря, в Москву. Понимаешь? Это не совсем тот исход, который бы я хотел как продюсер, понимаешь? Я хотел бы снимать здесь, то есть конечная цель, снимать здесь проекты, которые бы, ну, были не на там, не на наш телек, о которой можно было, как минимум там, хотя бы за пределы нашей страны показывать, и на те темы, которые ты хочешь. Послушай, ну, типа, ты ограничиваешься только одним рынком, российским. Да. Ну, есть куча, нет, нет, ну, просто есть же куча сериальных рынков сейчас. Просто вот, маркет, Сиэтли сейчас проходит, сериальный маркет, контент. Им нужны там на русском языке, когда стали. Блядь, ну, почему весь СТС, вся вот, вся Москва туда, сериальная, вдруг съебалась, вдруг там презентуют свои родкомы, свои психологини и прочие всякие другие проекты и продают их там в Литву, в Чили и там куда-то еще. Понимаешь, почему ты не можешь так сделать? Сними пилот, вот покажи. Комплекс неполноценностей, наверное, потому что, типа, я и на российском ничего не сделаю, пока мы не тянем там. Какая разница? Казахстанский же есть. Слушай, но я был на рынках, типа, где видел студии из Бали, продакшн студии, они такие, мы снимаем на Бали, мы снимаем только про балийцев, и мы снимаем на балийском языке, ну, там, на индонезийском, неважно, короче. Вот у нас вот такой контент, все вот в наших вот этих национальных одеждах, все в джунглях и так далее. Вот хорошо, мне не подходит, но где-нибудь в, я не знаю, там, в Эстонии, ну, не в Эстонии, там, в Германии, где-нибудь есть там 946 кабельный канал, который скажет, вот тебе деньги, давай мне свой контентик, прикольный. Воскресенье, слотик, не знаю, чем заполнить, международный канал. Или там какой-нибудь, где много... Опять-таки, есть же маленькие стриминг-платформы разные, то есть не обязательно... Есть маленькие стриминг-платформы, есть вообще телевизионные каналы, которые тебе могут что-то дать, там и так далее, и так далее. Поэтому в этом смысле классно, не надо смотреть на только вот большого брата, соседа своего старшего, ну, как бы, северного. Здесь куча других всяких тем. Да, но я, конечно, исходил из языка, просто, что мы там, типа, вроде все равно на этом уже языке, там уже занимаемся. Ну, знаешь, если у тебя, ты говоришь про намат, станц. Ну, я как-то... Нет, намат, хореография батально не имеет языка, как бы, красиво. Ну, то есть... Конечно, просто шире на все надо смотреть, да? Смотри, конечно, и пиши true. Не, ну, я вот в плане этого я разделяю, просто я, например, думаю, вот смотри, есть такой эксперимент, вот я сейчас, мне прислали один продюсер с Украины, она пыталась сделать тоже, например, про подростков, и она собрала подростков, чтобы писали про себя, как бы. Ну, там был куратор, опытный сценарист, и они писали. Ну, вот я не знаю, и да, может быть, я могу хуже оценить это, ну, например, что делал я, когда мы по камере разрабатывали? Мне каждый день было четыре интервью с, ну, там, с пятнадцатилетними, с четырнадцатилетними там, ребятами местными. Ну, я, то есть, думал, буду разговаривать с ними, да, я понял, что мне надо дальше идти, понял, что мне кажется, что я не вытягиваю, а то, может быть, и в том числе, потому что, о чем говоришь ты. Смотри, 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 да, конечно, вот ты такой, типа, я хочу про подростков. Да. А что я хочу, блядь, от подростков, я не знаю, что я хочу. В смысле? А, ну, все, могу, по идее, да? Нет, должен, зато ты, ну, ты же, тут же, посмотри, в сценарии, помимо сюжетной линии, которая вторична, на самом деле, важна эмоциональная. Да, о чем именно, да? О чем по-настоящему? Нет, нет, я имею в виду эмоции. Какие эмоции испытывает человек? В какой эмоциональный аттракцион мы вообще, то есть, да, прокатываем зрителя? Вот, типа, подростки что? Это как этот Кен Парк, или как его зовут? Детки, который снимал, как его реже зовут? Ну, короче, ты понимаешь, молодежь, помнишь детский фильм 90-х, где Розарио Толстый снимался, там, и так далее? Ты хочешь про вот эти проблемы? Про то, что про небеременность, про незащищенность, про неузнание, или вот, например, я делал там, опять же, в девятнадцатом году, снимал пробную, короче, должен был снимать полный метр для 1, 2, 3, ЗКД, помнишь? Да, Закон Камин Джунджи. Вот третий сезон, там, типа, вместо третьего сезона должен был быть полный метр, я должен был его снимать, вот. Вот, и там история тоже примерная, как детки, но с большим криминалом. Вот ты ж, типа, про что именно? Что с персонажем происходит? Вот этого я не услышал. А ты пытаешься у 15-летних пиздюков это узнать, они тебя никогда про это не расскажут, потому что это стыдная херня. Не, ну, я у 15-летних этих, мне нужно было то, что, понимаешь, то, что касается внешне, как люди разговаривают, о чем они думают, потому что, например, вот, какие-нибудь потрясающие открытия. Чем тебе это? Зачем тебе, как люди разговаривают? Ну, чтобы внутри люди разговаривали, вели себя немножко так, чтобы, когда на них смотрят, не говорили как бы. Ну, знаешь, вот я тебе как яркий пример скажу, я не знаю, может быть, ты даже в таких проектах участвовал. Я, например, смотрю некоторые российские проекты, в некоторых из них до сих пор что-то вроде «Мой сын играет в компьютерные игры», а он, может быть, даже не понимает, насколько это плохо и что это погубит его жизнь. И я так понимаю, что это, ну, типа, по моему с тобой возрасту, писали, может быть, даже старшие какие-то чуваки. Это писали тетки 50-летние и писали, нет, ты не понимаешь, и писали для зрителя канала «Россия». Слушай, ну, это вот, например, вот этот фильм. Понимаешь, если на канале, если в сериале для женщин кто-то скажет «изи катка», как бы, то, физические бумажные письма в конвертиках полетят в канал «Россия» с регионов, типа, объясните, что такое «изи катка». Слушай, ну, я понял, посмотри, вот хорошо, давай пример конкретный. В этом, мне, кстати, очень нравится этот сам фильм, в первой, особенно первая часть, «Супер Боброва». Вот там вот эта штука появилась, и меня прям, блин, меня начало корежить, потому что, ну, в принципе, компания, которая это делает, там вот эти авторы, они все такие, ну, для меня все вызывают уважение, но вот это вот там, знаешь, чувак в «Волт оф танк» играл, и потом у него была такая мания, а потом он, потому что это губило его жизнь, и так далее. В это же время люди становятся чемпионами по киберспорту, эти дети, да, по идее, там достигают каких-то вершин. Ну, я как пример, я просто к тому, что это писали какие-то чуваки, то есть чтобы не оказаться, короче, в такой ситуации, когда ты, например, вот мне там 40 лет, да, мы там с 30-летним режиссером обсуждаем это, я говорю, слушай, а что вот у тебя вот 16 лет, какие-то, он мне рассказывает, так как он из Павлодара того же, он мне рассказывает, я говорю, вот у нас было такое, короче, могли там вещи отработать, мы там с дрынами бегали здесь по Алмате, он мне говорит, ну, получается, через 10 лет по Алмате мы делали то же самое, я такой, прикольно, а я говорю, а мне нужно знать, что делали в Алмате, что теперь сейчас 16-летний, да, ну, как пример просто. У меня есть, то есть, я не говорю, что вот в этих направлениях, у меня, ну, как мне кажется, опять-то, все же достаточно субъективно, есть, как мне кажется, какие-то идеи, ну, от которых, ну, там, можно их дальше разрабатывать. Другое дело, что, ну, как бы, типа ресурсы, да, то есть, я не считаю себя, там, например, каким-то безгранично талантливым сценаристом, который может писать все, и только то, что болит, и так далее, ну, Соответственно, я как продюсер думаю, на что у меня есть ресурсы, например, тот же ситком, я думаю, я так чуть-чуть больше в нем разбираюсь, я это писал плюс-минус, знаю ребят, с которыми можно, и когда я буду с ними писать, кстати, я немножко в этом плане облажался, я, этот, как бы, пока мне будет какая-то оценка этого, да, более-менее, как мне кажется, более-менее трезвая, ну, например, вот, в драматургии я понял, ну, в таком драматическом таком сериале, я понял, что, ну, там, не тяну, вот, ну, вот, как бы так, ну, то есть, во всем этом есть, наверное, какая-то идея, и, как мне кажется, есть вот эта боль, потому что в той же, прям, политическом этом ситкоме, ну, я там посвящаю до хрена времени просмотру всякого, все, что на пространстве СНГ происходит, я не был политиком, я не был во власти, но, условно говоря, что-то сказать, например, да, наверное, плюс-минус, там, понятно, что-то, например, хочется, ну, там, в этом своем, как бы, в этой своей идее, вот, но, если я как сценарист, типа, вариант, как у тебя, нас забрали, нас заметили, потом я хочу работать сценаристом, он мне не подходит, потому что, ну, я не сценарист, по большому счету, то есть, я тоже не сценарист, то есть, у меня сценарное образование, сценарное режиссерное, но я, типа, чисто как сценарист, я никогда не работаю. Ну, вот, и, ну, я так думаю, я так думаю, что, наверное, нигде, ни в какой Москве, на каком другом рынке, наверное, продюсер из другого, из другой страны, наверное, не нужен, да, Ну, в смысле, нафига. Ты продюсер, у тебя есть идеи. Или у тебя есть продукты. Ты просто пушишь продукты свои. Какая разница, ты из Питера, Москвы. Они же не дадут снимать это, например. Ну, ты не знаешь даже Москву, ничего не знаешь. Ну, знаешь, как классно говорят, есть такое классное выражение. Если вы хотите в чем-то разбираться и не разбираетесь, начните разбираться и разберетесь. Вот и все. Ну, типа, у тебя же есть какие-то завязки в Москве? Езжай туда, скажи, что надо, как это возможно. Ну, при этом, начинаешь шатать атмосферу вот в эту тебе нужную вибрацию. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но, блин, прям мне хочется, чтобы мы это делали здесь почему-то. Я не знаю. Делай здесь. Да, и продавали, может быть, туда, например. Да, пожалуйста, почему нет? Ну, какой-то вот советский период, классная история, может быть. То есть... А, вот еще, я думаю, что есть у нас. Еще есть у нас всякие такие истории, которые произошли только на территории Казахстана. Ну, то есть достоверные события. Байконур, например. Строительство Байконура. Да, есть Курпатов. Байкон, Курпатов. Куча там, в Советском Союзе куча всяких фильмов было. Да, да. Есть еще страшные вот эти истории, которые у нас происходили. Всякие, ну, те же жусаны, там, там, ну, какие-то вещи даже вот эти, которые в Фейсбуке, которые происходят, сотрясают там. Это же происходит у нас, по идее, по... Нет, слушай, ты думаешь, короче, какие-то темы и... Да, я как, знаешь, как продюсерский пытаюсь... Вот это, блин, вот самая большая ошибка, которую я... Ну, типа, по моему мнению, ошибка, это то, что люди все пытаются привести в реальность. Ну, так же в жизни бывает, так же было в жизни. Не, ну, это я понимаю, о чем ты говоришь, да. Иди нахуй вообще, кого ебет, как разговаривают 15-летние пиздюки, и пусть они нахуй идут. Типа, знаешь, есть у Брайана Джонсона, есть такой режиссер, который сейчас снимал там «Звездные войны», классный там, в общем, Лупера он снимал. У него первый фильм, дебют, называется «Кирпич», «Брик». Вот такое охуенное кино с Джозефом Гордоном Левитом в главной роли, где 16-летние подростки, хай-скул как раз, но снято как нуар. И сделано как нуар. Как вот классический 30-х годов черно-белый, вот эти нуарные, короче, гангстерское кино. Студии, как правило, эти у Warner Brothers этим занимались, короче. Типа, идеологи, блядь, такие же. И ты видишь пиздюка 16-летнего, который разговаривает вот такими делами. И это прям заходит, очень рекомендую, классный кинчик, ну, типа, как дебют его, стоит посмотреть, прям классный, аккуратненький, такой супер-пупер классный. Очень стилизованный. Кого ебет вообще, что он не... Типа, никто ни разу не говорит, вот, он не разговаривает, как 16-летний. Есть такое понятие, как suspension of disbelief. То есть, когда человек начинает что-то смотреть, он, его все, вот эта вот часть мозга, которая не доверяет, она остается где-то там. То есть, никто ни разу не говорил, типа, как возможно, вот из вот такого маленького Брюса Бэннера, вот такой огромный, блядь, вот такой вот огромный Халк, типа, где просто масса берется. Он в 10 раз увеличивается. Это невозможно. Супермен не летает, такого не бывает. Никто так не говорит. Откуда у этого пиздюка паутина вот здесь? Она откуда? Ну, не... Не, я понимаю, о чем ты... Здесь то же самое, типа... Нет, я просто... Смотришь, допустим, ну, смотришь, допустим, Скорсезе, этого бешеного быка. И там есть в конце, ну, типа, когда он на ринге, там есть, где Рей Ламото или там какой-то его, по-моему, чувак, которого он пиздит, стоит, прижавшись у канаты, и эти канаты вот такие покадают, длинные-длинные. То есть, ты понимаешь, что он с тобой, с сознанием играет, он тебе показывает, что мир такой большой. Ну, то есть, это как бы некая визуализация. Понимаешь? Ну, причина драмы, смысл драматургии в том, что это попытка твоего подсознания ответить на те вопросы, которые сознание твое ответить не может. Соответственно, ты работаешь с эмоциями, не с реальностью. Никого не ебет реальность, поверь мне. Неинтересно про реальность. И как они разговаривают, неинтересно. Неинтересно, как они в Павлодаре жили, неинтересно. Это должно быть... Вдруг парень узнает, что его отец, не его отец, а его отец большой, значит, блядь, победитель вампиров, как убийца вампиров там какой-нибудь. И вот он, пиздец, вот это история. И какая разница, она в Павлодаре, в Алмате или в Сибири? Она, естественно, будучи в Павлодаре, в Алмате или в Сибири, обретает своими определенными какой-то колористик, ну, какой-то вот текстурой своей, да? Но по сути... Не, ну мы же про это и говорим. Когда мы говорим, как разговаривать подростки, это же только про текстуру. Понятно, что... Ты мне просто ни разу не сказал про заход у тебя, про что вообще история? Она про подростков, типа. Да, да, ну я... Да, я не рассказал. История у тебя про людей, короче. Да, да, история у меня, конечно... Не, на самом деле, конечно, если так анализировать, как ты говоришь, она вообще по большому счету... То есть она вообще не про подростков. То есть просто через подростков мы показываем, ну там... Ну, короче, подавай потом, если что, обсудим мы саму идею. Короче, просто... Вот это вот критическое мышление... Вот чего у нас, короче, в Казахстане нет, у нас не то, что нету хороших сценаристов. Они наверняка есть. Нету хорошей редактуры. Вот чего нет. Вот классный редактор, который вот, как я, скажет, типа, и начнет задавать тебе прям самые некомфортные вопросы. Схуяли, блядь, он вот такой вот. Почему ты его так описываешь? Почему он... Вроде бы он интроверт, а тут он, блядь, к девочке сам подошел просто. Что? И нету сцены, где он там, типа, ногти себе ломает и такой преодолевает себя и идет. Просто вот прям... Тут он сидел стеснялся, а вдруг он раз к девчонке подошел. Почему... Ну, то есть, вот эти вопросы начнет задавать. Почему у тебя там такой-то, такой-то делает вот нелогичные для себя вещи? Понятно, что для сюжета это комфортно. Тебе комфортно, что вдруг в 3 часа ночи, блядь, полицейский оказался у тебя в квартире? Слушай, ну вот, кстати, вот вопрос такой. Вот я, честно говоря, ну, с таким, ну, как бы у себя и в других сценариях часто сталкивался. Я, например, был на одном проекте, ну, на своем же проекте мне пришлось стать хедрайтером, и я понял про себя одну вещь, и я даже пошел на курс для того, чтобы это у себя устранить. То есть, одно дело видеть, да, правильно, вот у хедрайтеров есть такая же штука, ты даешь правки. Наверняка у тебя в твоей той работе, когда ты делал консалтинг, что ты, по идее, ты должен, ну, кроме того, что диагностировать, наверное, ты еще должен как-то это правильно человеку, ну, написать правку на конкретное место. Так, чтобы либо что-то предложить, либо чтобы, как бы, как сказать, не так вот, как бы зафачить, да, грубо говоря, там, ну, да, не просто обосрать. Это я, не этот. Ты тупэд, прав, не тупэд. Вот это ни хрена у тебя не бьется. Нет, нет, конечно, так не у них. Вот эту штуку вторую, короче, я понял, что у меня получается плохо. Мало того, я за последний год стал разговаривать с людьми и понял, что я знаю некоторых людей, у кого это неплохо получается, но они все снимают какое-нибудь кино, режиссеры там, и все занятые и не хотят этим заниматься. То, о чем ты говоришь про редактуру, это же не просто выявишься, выявить можно толпой, наброситься, знаешь, все разобрать, все несоответствия и так далее. Но правильно это грамотно как бы человеку как бы дать такую обратную связь, чтобы он, ну, как бы исправил. Поэтому важно, вот смотри, поэтому важно, когда ты консультируешься, ты никогда не пишешь. Потому что как только ты начинаешь печатать, ты влюбляешься в свой собственный текст. Всегда. Всегда ты рожаешь этого персонажа, а типа, знаешь, вот самая... То есть лучше устно, да, как сказать, или что? Лучше вообще, ну, то есть не писать самому. Да, ты не пишешь. Ты, короче, исправь, вот я примерно вижу, что вот примерно вот туда он должен уйти, потому что вот у него, вот мы его заявили как вот такого чувака, значит, соответственно, вот эта конкретная арка, заявленная в первой сцене, примерно вот может вот туда, наверное, она выведет. И ты такой, да, я попробую, сейчас постараюсь, короче. А когда ты начинаешь сам писать, все, это твой текст уже. И ты не можешь, ну, то есть ты, во-первых, не можешь его обидеть. Ты можешь писать правку или писать, предлагать, вместо этого он делает вот так? Не важно, сам писать текст. Ты такой, нет, ты хреную херню написал, сейчас я сам напишу. Ты пишешь интерьер, квартира, блядь, жандоса, ночь. Да, потом ты идешь и защищаешь его потом до конца, потому что ты уже... Потому что, конечно, потому что, ну, в смысле, это важно понимать в психологическом смысле, что с тобой происходит. Ну, слушай, ну, а что делать? Вот смотри, во-первых, смотри, к первой части вопроса, хорошие сценаристы есть, это откуда, ты думаешь, могут появиться они? То есть, хорошие сценаристы есть, они где могут быть? В Казахстане. В Казахстане где? Которые надо их, просто им надо писать. Ну, их надо раскрывать, с ним надо работать. Ну, да, ну, примерно они где? Я не знаю, журналисты, копирайтеры есть, ребята, которые... Ну, которые не знают, как писать сценарий, но потенциально могут и про это говоришь. Ну, типа, да, да, да. Потенциально могут, но сейчас они не сценаристы. Не, ну, слушай, ну, кто-то пишет хорошо, я уверен, кто-то пишет, не знаю, но кто-то же пишет все эти фильмы. Окей, хорошо. Кто-то пишет это. И я уверен, что то, что они писали раньше, сейчас они будут писать лучше, а завтра они будут пишать лучше, чем сегодня. Главное писать. Поэтому... Вот, а редактура откуда может появиться, как ты думаешь? А тоже так же. Тоже примерно. Ну, типа, я не знаю, было же, тоже не было редакт. Ну, кто-то придет, появится, кто-то... У кого-то получится, кто-то вау, и сразу он обрастет работой, и он станет легендарным человеком, очень занятым. И у него будет помощница, которая скажет, да пошел он нахуй, я себе такой же открою, я умею все, что он умеет. И вот уже их будет два. А потом, значит, приедут еще пиздюки какие-нибудь за границей наши молодые, и поучившись там, такие, да мы вообще в это старичком, олдскульная система, мы сейчас по-новому это сделаем, и сделают это лучше. Ну, поэтому вопрос только ждать и продолжать, ну, типа, бомбить-бомбить в эту сторону, да. Кино-то производится, сериалы-то производятся, в любом случае количество рано или поздно перерастет в качество, уже перерастает, это здорово. Угу. Понятно. Вот. Окей. Слушай, ну смотри, а как бы, как ты сам видишь вот то, куда будет развиваться, ну, как бы, куда ты, ты уже определился, то есть ты встал уже на эти, как режиссерские, как бы, такие рельсы, да, то есть будут просто, ну, надо, чтобы были более интересные проекты, то есть что опять вот во всей этой истории с тобой, идеи, твои идеи, которые ты снимаешь, условно говоря. Вот сейчас я буду больше этим заниматься. Я понял, что все, что я делаю в виде консалтинга или когда-то там чужую идею какую-то дорабатываю, как режиссера, приходя на проект, я, короче, занимаюсь по сути проституцией какой-то такой оплачиваемой, хорошей, но по сути это служение чужим идеалам, скажем так, чужим каким-то мыслям и так далее. Вот. Самому писать и начинаю сам писать. Это ужасно, я ненавижу писать и терпеть не могу. Ты не любишь писать, да? Я ненавижу писать. Афигеть. Знаешь, я терпеть не могу писать. Вообще, блядь, это самое больное, самое ужасное, что может быть. Я думал, что со мной что-то не так, а пока я не прочитал большое интервью Лоренса Каздена. Есть такой сценарист, который написал «Звездные войны», Диану Джонс, такой большой, легендарный аксакал, такой голливудский Лоренс Казден. И он, у него есть классные выражения. Я, говорит, его спросили, вы любите писать? Он говорит, я ненавижу писать, но я люблю написать. Написать? Да. Когда вот потом я говорю, о, это я написал. А в самом процессе прям ненавижу писать. Не люблю. Потому что есть вот это ощущение. Ну, какой выход? Всего написать? Конечно. Или там найти какого-то автора, чтобы он там... Все это способ, такой изощренный способ прокрастинации. Только сам, только писать. Потому что... Нет, иногда бывает, что вы прям коннектитесь с человеком. Если тебе везет найти такого человека, партнера, который с тобой пишет, и у вас прям классно вы друг другу с полуслова понимаете. Потому что, когда тебе приходит идея, ты на разгоне, ты же не можешь сказать, вот мне пришла... У тебя мысли летят как бы под 600 км в час, и ты там приходишь к какому-то... Вот так вот уже после того, как ты 6 мыслей подумал, что вот так, вот так, и ты пришел к этому. И когда человек такой, блядь, как ты к этому пришел? Это ты... А когда он такой, я тоже об этом подумал. И ты такой, о, круто. Слушай, ну это же есть прям такая сценарная техника о том, что там, условно говоря, если мы с тобой вдвоем пишем, да, что мы порознь, ну как один как бы порознь по объему и даже по времени, напишем меньше, ну я не знаю, там может быть про качество, но наверное про качество тоже, может быть, это тоже вопрос. Все зависит от того, что ты пишешь. А, угу. Понимаешь, уровень, уровень проникновения в психологию персонажа, он разный в сериале и в кино все-таки. И как бы в разном жанре он разный. То есть, например, Writer's Room, то есть такой сценарной группой, писать ситком гораздо проще, потому что у тебя есть определенная выработка шуток. Типа, блядь, три, 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 да, то есть у тебя там типа напиши-ка мне, давай разойдемся, короче, быстро вот по группам, там, по двое, да, и давайте накидаем вот шесть камбэков вот на вот эту строчку. А ты вот сюда вот подумай. А ты подумай, куда вот это завернутся или что-то с ним дальше произойдет во второй части серии. И бур др др у тебя пошла как бы это. Когда ты пишешь кино, там нет такой задачи. Ты должен просто глубже и глубже проникать в психологию, понимать, кто этот персонаж, что, какoso, чтобы его раскрывать. Ну, раскрывать. То есть это... Мне кажется, ни одна сценарная группа не смогла бы написать Джокера. Джокер — это один человек пишет. Ну, так вот. Такое ощущение. — Вы думаете, не могло бы написать их двое? — Ну, вряд ли. — Вряд ли. — Вряд ли, вряд ли. Ну, типа Тодд Филлипс просто такой чувак еще, не знаю, с кем он там работает. Он с Крейгом, кстати, Мейзином работал, который Чернобыль написал на этих... Как это называется? Похмелье. Как это? — Хэнговер. — Хэнговер, да. Вот. Как он по-русски называется-то? — Мальчишник Виллис. — Мальчишник Виллис. — Слушай, ну, смотри. То есть, написать свой сценарий, да? Ну, я просто смотрел твое видео, мастер-класс. — Да. — Про кинопроизводство. Вот. То есть, ну, в принципе, все так же. То есть, ты пишешь сценарий, показываешь его продюсерам, да? Это какой-то жанровый фильм, то есть, вы выходите в прокат. — Ну, я сейчас там ангажирован. Ну, то есть, допустим, я писал как бы свой фильм, но вот то, что мы в Японии должны были снимать, к сожалению, ну, как бы отложилось у нас. — В Японии? — Да, в Японии. — Значит, я писал его сам за какие-то, ну, там, типа, заданные. У меня были там ребята, которые по шуткам помогали, но в целом, типа, сюжет вот я и другой еще чувак с автором. Мы вдвоем писали. Нормально было. Фильм? — Фильм. — Типа, и сам я тоже подписываю. У меня есть сейчас. — Ну, то есть, такая модель, да? То есть, показывают продюсерам? — Писать самому. — Ну, я думаю, что... — Писать самому? — Да, да, возможно. Да, или продюсеру, или самому просто найти деньги, спродюсировать уже, что уж. — И что, выйти в прокат? — Большой мальчик. А что бы и нет, да? — Ну, то есть, изначально писать истории для проката все равно, чтобы это было... Собирало деньги? — Нет, нет. Изначально рожать истории, а потом понимать, куда их лучше. — А, ну, слушай. — То есть, есть классные идеи, и ты такой, блядь, ну, это никак, ни 8 серий не выжмешь здесь, это прям законченная история, полтора часа, два часа, и все, больше нет. А тут, а что-то другое, ты такой, ну, как это в два часа, нихрена по вершкам там попрыгал и ничего не рассказал, давай, это вот требует длинную форму. А что ты посмотришь, блин, классный поворотик, это коротыш, все. — Слушай, ты мне прям сейчас, у меня прям инсайд был в том плане, что я понял, что у меня вот этот вот, не знаю, как его назвать, но все равно, наверное, сценарист, вот этот сюжетчик, по крайней мере, как минимум, он постоянно, внутренний продюсер, его там, это вроде типа, а куда, как, а зачем, потом ты это будешь делать. — А сколько денег? — Не, не надо, слушай, ты должен понимать, что как бы это длинная игра. Вообще, вот, чем больше ты узнаешь по-другому индустрию, — То есть, алгоритм сначала придумай, напиши, а потом уже посмотри, типа, что ты делаешь. — Создай, а потом поймешь, куда ее продать, конечно. Ну, то есть, допустим, мне вот всегда нравится пример, есть такой биопик про Рея Чарльза, Рея называется, за который, как бы, он получил Оскар. Так вот, Рей написан был, типа, за 15 лет до этого. И лежал, и никому нахрен не нужен был, как бы, Рей Чарльз еще был активный, более такой взрослый, ну, как бы, еще активный музыкант, и что-то они тыркались, мыркались, тыркались, никого, никому не интересно было. И вот они 15 лет тыркались, и в итоге все сошлось, как бы, появился Джейми Фокс, который один в один снял этого Рея, как бы, ну, просто образ, да. Появился режиссер правильный, все появилось вот так вот, раз, сошлось, и шедеврально все получилось. Есть такой замечательный фильм Клинта Иствуда, называется «Непрощенный», «Unforgiven», видел же? — Я видел, да. Вот, он, этот сценарий, этот сценарий был написан, это, типа, фильм 93-го года, сценарий был написан в середине 70-х. Он его прочитал и купил себе. Говорит, я его сниму и сделаю сам, но я сейчас слишком молодой, лет через 15, пусть полежит. И он купил этот сценарий, он у него лежал, а потом он такой, типа, ну, все, я постарел, короче, я готов. Реально, поэтому, ну. — Актер готов, да. — Ты, типа, у тебя раз идеи, ты его записал, что-то во что-то это превратил, это классно, когда это прям, ну, сценарий, неважно, первый, второй драфт, какой-то сырой сценарий пусть. И вот оно лежит и лежит и лежит, а потом к тебе вдруг здесь, значит, крушение самолета и весь, вся верхушка Нетфликса на месяц оказывается в Алмате, короче, закрытый. И они такие, что бы делать, где Питченко регранизовать? И ты такой, оп, им сразу идея. И они такие, ну, то есть. — Да, я понимаю, да. — Поэтому, ну. — Короче, освободи больше своего сценариста. — Стопудово, не думай об этом. Ну, то есть ты, понимаешь, никогда, ты сразу начинаешь себя ограничивать на уровне творчества, это полный пиздец. — Ну да. — Потому что показать крушение инопланетного корабля «Белый дом» можно же и за 100 миллионов, и за 20 тенге. — Да. — Знаешь, вот этот прикол, когда там, типа, все взрывается, все это, дальше там, что-то еще. А самый бюджетный вариант — это чувак выходит и говорит, «Блядь, смотри, летит, улеть, пиздец, о, боже мой, что делать, убегаем». Как бы тоже вариант. Ну, то есть есть классные примеры, типа, знаешь, есть фильм «Праймер». «Пример» он называется. Ну, ты говоришь, типа, про... — С названиями некоторыми, да. — Это очень бюджетный, супер-супер дешевый фильм про путешествия во времени, снятый в одном гараже. — Нет, не видимо. — Вот такое кино. Или, типа, есть еще «Cohérence» есть такой фильм, тоже про аномалию, лунную аномалию, и как несколько параллельных миров между собой соприкасаются. Снято за три копейки. Вот такое кино. Ну, типа, кино, сериал, неважно. То есть способ, язык, творческий язык, каким это рассказанным, ты найдешь потом, рано или поздно, исходя из того, сколько у тебя денег, ну, есть. Понимаешь? Поэтому... — Ты знаешь, как прикол, я в ТикТоке взял и сохранил себе видео, как девушка, сначала она показывает, как снимает, как будто бы она, ну, около иллюминатора самолета. — Да-да-да. — И она летит на самолете. — Потом это экран, туалетный... — Потом, оказывается, да, это... И я понял, что я сохранил ее не потому, что это прикольно, потому что, думаю, возможно, у меня просто есть там сцена в пилоте в самолете, я пока не знаю, как ее снимать, ну, недорого. И я такой, я такой, блин, я его сохранил, потому что, возможно, я это буду применять в съемках нашего пилота. — А ты читал «Rebel without a crew», есть такая книжка Роберта Родригеса? — А нет, нет. — Очень, очень тебе рекомендую, потому что это ровно то, как ты мыслишь. То есть он как снимал, он описывает то, как он снимал «Эль Мариачи». У него было 7 тысяч долларов, у друга в Мексике был дом, у дяди была собака, машина, что-то там еще, что-то еще. И он написал все элементы, которые есть, он такой, так, все это будет в кино, короче. И бла-ла-ла-ла. Ты можешь, ну, просто почитай то, как он подходит, как мозг классно освобождается. Просто ты такой, блядь, а что так можно было? И ты кажешь, что так можно было? О, нигде, что так можно было? Да. — Слушай, ну, прикольно. Да, это круто. Ты прям этот, мне надо как-то над этим подумать. — Ну, потому что, да, ты, типа, как бы, ну, все равно сценарное мастерство и, там, драматургия, это какой-то элемент чуда в этом есть. — Да, согласен. — Вот. И ты такой, а ты такой, короче, все отстроил, ты такой, вот в этом месте должно быть чудо, а чуда как бы нет. Понимаешь, там все у тебя этот... — Не, я, как же, типа, еще много работаю для того, чтобы это чудо появилось. Организовывает процесс, да. — А оно должно, ну, типа, 60% написания сценария — это вот держание на диване, хождение по улицам просто, идешь наушниками, что-то другое слушаешь или засыпаешь, и потом тебе что-то приходит, и ты записываешь, как дурачок, или там на аудио надиктовываешь себе. — Слушай, скажи, пожалуйста, что дальше? То есть ты будешь жить в России, будешь российским режиссером? — Ну, я сейчас несколько проектов здесь делаю. — А, ты уже здесь что-то делаешь, да? Я думаю, ты из-за пандемии только сюда... — Из-за пандемии, ну, пока я здесь сидел, как бы все-таки, вот, здесь давайте поделаем. — А, что вы делаете? Снимаете что-то? — Не могу пока сказать. — А, подожди, нет, могу, 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 подожди, могу, потому что уже официальная информация-то была. Я готовлю, пишу, и дай бог найдем деньги, дадут нам деньги, буду снимать биопик про Розу Рымбаеву. — А, прикольно, прикольно. — Али Акапов, продюсер, ее сын, он вышел на меня. — А это кинопарк делает, да? — Нет, это не кинопарк, это делает фонд Розы Рымбаевой. — А, круто. — Да, честный фонд. — Ну, вы еще не писали, то есть вы начали писать? — Я написал уже драфт. — А, ты написал уже драфт. — Да, да, я написал драфт, я сейчас его переписываю. — Круто. — Мы готовимся к питчингу, то есть мы подались на вот фонд кино и готовимся к фонду, но я как бы пишу, продолжаю там копать в истории, в общем, конечно, там невероятно. — Там это будет прямо, это все про прошлое, ну, как бы это такая история, то есть разные этапы. Блин, классно, прям уже хочется. — Ну, там типа такое, мы придумали такую структуру, когда это вроде как бы, вроде как бы там все, в общем, вроде как бы про один период, а там чуть-чуть флешбеки тоже есть. Ну, не получится так вот. — Да, полностью в этом. — Просто линейно рассказывать, это мы, к сожалению, не можем. Там столько, ну, типа, у человека, у Розы Куанышиной жизнь, это пиздец просто. Это такой, ну, просто драма на драме, прям, ничего придумывать не надо, вообще никаких сюжетов там, ни с кеми 15-летними разговаривать не нужно, там все есть. Вот она там сама все рассказала, как было. — Да. — И это реально невероятно, она невероятный человек. — Большое спасибо тебе за разговор, мне кажется, было интересно нашим зрителям. Вот, это был подкаст на канале «Серийный продюсер», меня зовут Николай Пак, подписывайтесь, если вам это нужно, всем пока. — Счастливо. — Счастливо.